ну что же поговорим сегодня о 2022 годе в области машинного обучения искусственного интеллекта ну в общем, короче, запасайтесь там чипсами, попкорном и всем таким, потому что разговор будет долгий вот, я посмотрел, как у нас меняется тайминг лекции от года к году и в прошлом году мы, по-моему, преодолели планку в 3 часа не знаю уж, как будет сегодня, но точно разговор будет долгий, потому что год был богат событиями вот, о которых хочется поговорить все-таки не совсем в таком телеграфном темпе а может быть чуточку раскрыв некоторые их стороны ну, сперва, так сказать, для погружения в контекст, где мы все с вами находимся и что сейчас происходит вот, продолжается новая весна искусственного интеллекта или, если угодно, лето искусственного интеллекта потому что, конечно, сегодня технологии машинного обучения искусственного интеллекта стали частью повседневных сервисов, продуктов и уже достаточно сложно говорить об этой области как о чисто исследовательской скорее она перешла в стадию, ну, такого активного промышленного продуктового применения вот, и что интересно, в этом году мы отпраздновали десятилетие от начала, так сказать, провозглашенной СМИ провозглашенной СМИ новой весны искусственного интеллекта она была провозглашена в связи с событиями 2012 года в связи с появлением сети, которая сегодня известна под названием AlexNet которая продемонстрировала такой серьезный прорыв в области распознавания образов ну, интересно, что, в общем-то, сама по себе сеть AlexNet не была чем-то таким революционным в каждом из своих компонентов то есть это не была первая сверточная нейронная сеть это не была первая сверточная нейронная сеть продемонстрировавшая какой-то уникальный результат при распознавании образов например, за несколько лет до AlexNet сверточные сети, которые тренировал Юрген Шмидтхубер как водится, вместе со своими аспирантами уже демонстрировали в некоторых соревнованиях по распознаванию образов даже и сверхчеловеческие результаты ну, в частности, если взять соревнования по распознаванию автомобильных знаков опять же, AlexNet не была первой сетью, которая обучалась на тензорном оборудовании на видеокартах но, тем не менее, здесь произошел, наверное, такой кумулятивный эффект и AlexNet, кстати говоря, когда она создавалась она так не называлась, сама команда на соревнованиях по распознаванию образов ImageNet называлась SuperVision команда Алекса Крижевского вот, собственно, Алекс Крижевский это один из аспирантов Хинтона и здесь, конечно, важный эффект заключался в том что была продемонстрирована зрелая технология которая превосходила все доступные на тот момент альтернативные подходы к распознаванию образов и именно с 2012 года начинается такой взрывоподобный рост интереса к глубоким нейронным сетям, к решениям на их основе постоянно увеличивается практически в экспоненциальном темпе количество научных работ на эту тему расширяется продуктовое применение этих решений вот, ну и, собственно, через примерно год после событий 2012 года появляется модель под названием World2Vec и, в общем-то, здесь история повторяется то есть, в основе World2Vec которая была создана одним из аспирантов Benjo лежали подходы, которые команда Benjo и его аспирантов развивала уже больше 10 лет к новому моменту времени вот, но World2Vec стал таким очень удобным инструментом векторизации ну, Томаш Миколов автор этого пакета, если вы вдруг не знаете вот, и World2Vec произвел такую революцию в области обработки естественного языка то есть, к прогрессу в области обработки изображений добавился прогресс в понимании естественного языка при помощи нейронных сетей ну, и, в общем-то, вот эти события они дали начало такому достаточно бурному десятилетию в ходе которого происходило много интересных вещей вот под капотом этой новой весны искусственного интеллекта произошло несколько таких внутренних технологических революций вот и наверное, самое важное для с точки зрения сегодняшнего дня это трансформерная революция то есть, это появление сетей получивших название трансформеры ну, а точнее появление архитектуры трансформер на основе которой потом было создано много нейронных сетей которые сегодня называют трансформерными нейронными сетями в основе трансформера лежал механизм внимания изобретенный в 2014 году вот изначально этот механизм изобретался для рекуррентных сетей потом значит все закончилось тем что оказалось что этот механизм вполне самодостаточен можно строить многослойные сети на основе блоков внимания вот и что здесь важного было в появлении этой архитектуры это то, что она развязала такое узкое горлышко существовавшее на тот момент при обработке последовательности фактически трансформерная архитектура позволяет параллельно обрабатывать элементы последовательности в отличие от классических рекуррентных архитектур вот и это дало начало такой гонки по созданию больших моделей по созданию больших тензорных суперкомпьютеров для обучения больших моделей ну и плодами трансформерной революции стали такие хорошо известные сегодня нейронные сети как BERT GPT-3 ну и многие-многие сети о которых мы будем говорить сегодня и последние два года мы наблюдаем ну такие активно развивающиеся плоды этой трансформерной революции то есть здесь это и мультимодальные модели на основе всей той же трансформерной архитектуры и в первую очередь большой интерес общественности здесь привлекает генерации изображений на основе текстовых запросов вот но и не только да то есть за последние несколько лет появились появился целый ряд очень интересных больших нейронных сетей с интересными возможностями вот ну и сегодня мы поговорим в первую очередь о том что происходило именно за прошедший год в этой сфере ну в целом я бы сказал что мы находимся на таком этапе подъема на этапе большого энтузиазма многие эксперты сегодня говорят о том что мы в общем-то приближаемся или может быть уже находимся в таком состоянии дел когда от создания универсального искусственного интеллекта нас отделяет один манхэттенский проект вот то есть грубо говоря определен такой мейнстримный путь развития технологий машинного обучения на ближайшее время и кажется что при должном масштабировании при итеративном улучшении эти технологии позволят нам на горизонте планирования создать универсальные системы искусственного интеллекта то есть такие системы искусственного интеллекта которые будут способны подобно человеческому мозгу решать неопределенно широкий спектр интеллектуальных задач а не только те задачи которые были доступны им в ходе обучения но об этом сегодня поговорим поговорим еще немножко поподробнее дальше вот ну а что еще можно сказать про большие трансформерные модели вообще в прошлом году появился термин фундаментальные модели и под фундаментальными моделями мы понимаем большие предобученные нейронные сети в основе обучения которых лежит подход который получил название self-supervised learning или самообучение по-русски и идея self-supervised learning заключается в том что ну понятно что для обучения таких больших моделей нам не хватит размеченных вручную данных то есть классический подход с обучением с учителем классический подход с ручной разметкой данных при обучении с учителем он здесь нас ограничивает потому что очевидно что у современных больших нейронных сетей такое большое количество параметров что они просто будут меморизировать наши примеры и нам нужно каким-то образом добыть наборы данных которые позволяли бы нам обучить такие большие модели без их переобучения вот и здесь в основу такого мейнстрим подхода обучения больших сетей легла идея о том что в общем-то мы можем использовать неразмеченные данные но выполнить такую квазиразметку алгоритмическую пользуясь тем что данные имеют какую-то внутреннюю структуру ну например пространственную структуру то есть в тексте у нас есть слова которые расположены по некой шкале от начала текста к его концу да то есть каждый след мы читаем текст как бы слева направо для того чтобы его усвоить слева в левом контексте у нас как бы прошлое уже прочитанное в правом контексте будущее то что мы уже планируем прочитать ну и вот пользуясь такой пространственной организации символьной системы мы можем например сформулировать задачу предсказания следующего элемента последовательности например следующего слова или следующего символа на основе тех символов которые уже были нами прочитаны на основе левого контекста. Ну и, в общем-то, исторически вот эта вот идея языкового моделирования, идея создания моделей, которые будут прогнозировать вероятности для следующего слова в тексте, она и легла в основу первых таких self-supervised моделей для естественного языка. Ну, со временем, на самом деле, было придумано еще какое-то количество задач, которыми можно дополнить арсенал самообучения нейронных сетей. Ну, например, можно удалить из текста какие-то слова и попробовать обучить нейронную сеть восстанавливать эти удаленные слова. Ну и, в общем, еще разные другие пертурбации можно делать с текстом, формулируя, ну, самые разные задачи вот таким вот self-supervised образом. Вот. Значит, в рамках как бы мира фундаментальных моделей мы видим, что продолжается гонка по созданию все более и более крупных нейронных сетей. Здесь надо сказать, что причина этого кроется в том, что мы до сих пор не натолкнулись на какую-то убывающую отдачу, да, то есть по-прежнему с увеличением размеров нейронных сетей растут и их метрики при решении самых разных даунстрим-задач. Вот. То есть мы пока горизонтально масштабируем, что называется, размеры таких сетей, получаем все более и более умные нейронные сети. И это довольно хорошая новость, потому что, ну, такое линейное масштабирование не требует каких-то открытий революционных. Вот. Но, конечно, неверно было бы говорить о том, что весь прогресс фундаментальных моделей заключается только в том, что они становятся больше. Хотя, в общем-то, обучение все более и более крупных нейронных сетей это не совсем такая тривиальная задача, как может показаться на первый взгляд. Вот. Но, тем не менее, прогресс происходит не только в области увеличения таких сетей, но и в области их, что называется, поумнения. Вот. И здесь можно такой пример привести довольно характерный. То есть, если мы посмотрим на самые современные фундаментальные модели, ну, например, Шиншиллы или GPT-JT, вышедшие в 2022 году, они при сравнительно скромном количестве параметров по сравнению с GPT-3 2020 года, 175 миллиардов, они демонстрируют более хорошее значение метрик на целом ряде данных стрим-задач. То есть, при том же числе параметров, то есть, по сути, при том же объеме вычислений, которые мы закладываем в эти сети, они становятся существенно умнее. И причина этого прогресса кроется в том, что совершенствуются сами методы обучения этих сетей, совершенствуются архитектуры этих сетей и совершенствуются массивы данных, на которых эти сети обучаются. Поэтому здесь прогресс происходит во всех этих трех направлениях, то есть, направлении совершенствования архитектуры, оптимизации методов обучения и инженерии данных. При всем при этом, прекрасном прогрессе, мы должны понимать, что пока что по числу выполняемых единиц времени операций наши тензорные суперкомпьютеры все еще уступают человеческому мозгу. И одна из причин здесь заключается в том, что все-таки, несмотря на то, что в основу современных суперкомпьютеров кладутся какие-то тензорные вычислители, но обычно видеокарты или специализированные тензорные карты, это все еще машины с фонеймновской архитектурой, то есть, у них хранение данных разделено с их обработкой. И вот данные для того, чтобы обрабатываться, передаются из памяти по шине в процессор, там обрабатываются, затем возвращаются опять же по шине обратно в память. И здесь узким горлышком, вот этим самым узким горлышком фон Неймана, фон Нейман Боттлнек, становится именно шина передачи данных. И мы получаем очень существенное замедление при расчете таких распределенных архитектур, как нейронные сети. Ну, там примерно, очень грубо можно сказать, что современные машины примерно тысячекратное замедление имеют по сравнению с человеческим мозгом, просто в силу их архитектурных особенностей. Ну, помимо этого, и элементная база пока что у нашей электроники не так совершенно, как нам хотелось бы, хотя здесь прогресс неумолим. Производительность машин растет, растет в соответствии с предсказанными Гордоном Муром трендами количество элементов интегральных схем, хотя закон Мура последние 15 лет хоронит, но по-прежнему эта тенденция жива, по-прежнему действительно машины наши становятся все более-более сложными, все более-более производительными. Ну и в целом, можно сказать, что если этот тренд будет сохраняться, то к концу 2020-х годов у нас появятся машины, способные симулировать в реальном времени работу нейронных сетей, сопоставимых по сложности с биологической нейронной сетью мозга. Но это все, конечно, в основе этих оценок лежит целый ряд допущений. Опять же, человеческий мозг существенно превосходит современную электронику по энергоэффективности, то есть энергопотребление мозга порядка 20 Вт, энергопотребление суперкомпьютеров Frontier 40 МВт. Но опять же и здесь тоже есть некоторый постепенный прогресс. Со временем в момент наступления технологической сингулярности мы наконец-то сможем делать машины, не уступающие по сложности своей машинерии человеческому мозгу. Но это все еще пока впереди. Революция в области обработки естественного языка, которая произошла с появлением трансформеров, она неизбежно привела к сдвинутой вправо революции практически во всех областях, связанных с обработкой последовательности, обработкой вообще чего-либо текстоподобного. То есть те модели, которые изначально создавались для обработки естественного языка, а затем прекрасно зарекомендовали себя, например, при обработке программного кода, при обработке последовательности из области химии и биологии, обработки музыки, обработки транзакций банковских и много-много чего еще. Поэтому сегодня фактически область обработки естественного языка является таким мощным донором для других отраслей искусственного интеллекта. Но что здесь, наверное, нужно заметить, это то, что вообще естественный язык – это довольно такой удобный инструмент для представления условий самых разных интеллектуальных задач. То есть, в принципе, при помощи естественного языка вы можете сформулировать условия любой эффективно вычислимой задачи. И в конечном счете даже, не знаю, обработка изображений и так далее можно превратить в обработку чего-то похожего на текст. То есть создать такое представление изображения в виде текста и затем обрабатывать это все теми же старыми добрыми трансформерами. Например, просто перечислить через запятую цвета всех пикселей картинки или каким-то другим способом представить это изображение в виде текста. В виде текста можно представить и позицию в шахматной игре, и молекулу ДНК, и практически что угодно. Это важное такое свойство естественного языка, но как бы эволюционно, опять же, естественный язык возник у нашего вида как такой инструмент обмена опытом между особями по поводу какой-то ведущейся ими совместной деятельности. Ну, а поскольку это совместная деятельность, она-то как раз связана с самыми разными интеллектуальными задачами, поэтому естественный язык является таким вот естественным инструментом для представления условий интеллектуальных задач. Не всегда, конечно, он удобен. В ряде случаев какие-то другие представления оказываются более подходящими. Мы знаем о графовых сетях, ну, или те же самые изображения. В ряде случаев гораздо более компактны, чем текстовое описание тех же самых картинок. Но это вопрос удобства, а не такой непреодолимой границы. То есть, в принципе, теоретически вы можете любую задачу представить в виде некоторой последовательности символов. Так. Что мы сейчас наблюдаем, в общем-то, в области машинного обучения, так это, ну, и в смежных, скажем так, IT-отраслях, это сдвиг целого ряда парадигм. Ну, например, это переход от таких, узкоспециализированных моделей, моделей обученных решать какую-то одну интеллектуальную задачу к фундаментальным моделям, то есть моделям, предобученным изначально на большом объеме данных, и затем уже применяемым для решения самых разных даунстрим задач. То есть вы предобучаете большую модель, а затем при помощи этой модели вы можете разными способами решать конкретно вашу интеллектуальную задачу. Можете, например, эту модель дообучить на целевых данных. Этот процесс называется fine-tuning. Вот. Вы можете использовать ее в составе ансамбля с какой-то узкоспециализированной моделью. Вы можете даже построить еще одну модель, которая будет основываться на представлениях предобученной модели. Этот подход получил название пробинга. Ну и, в общем, существует еще несколько довольно хитрых способов, как можно использовать большие предобученные фундаментальные модели. Ну и, наверное, самый интересный и привлекающий наибольшее внимание со стороны исследователей последнее время подход называется few-shot learning. Собственно говоря, это подход, при котором модель способна решать вашу downstream-задачу на основе всего нескольких примеров, которые могут помещаться просто в текст затравки, вот, в промпт, так называемый, вот, который кормится в модель при ее выполнении. И, по сути, вы можете даже не дообучать модели, можете просто подобрать такую затравку, вот, которая позволит модели понять, что же вам от нее нужно, да, ну, пример. Представьте себе, например, текст такого рода, в нем написано, там, яблоко-эппл, стол-тере, и вот эту затравку вы кормите в языковую модель текстовую, например, RGPT3, по сути, просите эту модель продолжить этот текст. Ну, если она хорошо умеет продолжать текст, да, то она напишет, соответственно, слово, которое будет являться переводом последнего слова в вашем тексте, и, собственно, таким образом она будет решать задачу перевода с одного языка на другой. Вот, и, соответственно, вы можете добавить примеров, да, если одного модели недостаточно для обобщения, можете какое-то количество, 5, 6, там, 10, 20 примеров, сколько поместиться в контекст модели, добавить. Вот, ну, и обычно для очень многих задач современным большим языковым моделям это вполне достаточно, чтобы понять, что же именно вы хотите от этой модели. Вот, ну, сдвиг от обучения с учителем к самообучению. Здесь я уже сказал об этом несколько слов. Тенденция к созданию моделей многозадачных и многоязычных, мультиязычных. Вот, и здесь интересный такой момент, что фундаментальные модели сегодня многие уже на этапе предобучения учатся решать не одну задачу, а сразу несколько. Вот, и это приводит к более хорошим устойчивым результатам затем на этапе использования. Но это в какой-то мере похоже на обучение людей. То есть в школе мы имеем дело с самыми разными учебными задачами. В общем-то, многие из них не имеют никакого прямого отношения к тем задачам, которые нам потом придется решать во взрослой жизни. Но вот в процессе решения этих учебных задач у нас формируются представления, формируются определенные когнитивные навыки, которые потом нам оказываются полезны при решении совсем других интеллектуальных задач. И вот здесь примерно такая же парадигма применяется в отношении фундаментальных моделей. В последнее время активно развиваются мультимодальные модели. То есть модели, которые могут одновременно работать с разными модальностями. Ну, сам термин модальность, он был почерпнут из психологии. И изначально под модальностью понимались сенсорные модальности. То есть у человека есть органы чувств. Соответственно, информация, которая относится, происходит от разных органов чувств, она имеет разные модальности, есть зрительная информация, есть звуковая информация, осязательная и так далее. Вот. Ну, машин, понятное дело, набор сенсоров несколько отличается от сенсоров человека. И часто исследователи сегодня говорят, например, о текстовой модальности или даже кодовой модальности. Вот. И совершенно очевидно, что здесь имеется в виду скорее не модальности, а разные способы представления данных. Вот. Может быть, правильнее было бы употреблять термин субмодальности, например. Но сегодня так уж сложилась практика в области машинного обучения, что фактически под модальностями понимают разные представления данных. Вот. И современные модели очень часто умеют работать не только с одной модальностью, например, с текстом, но умеют работать и с изображениями, иногда и со звуком, с программным кодом, с нотами, ну и так далее. Значит, ну, опять же, благодаря тому, что модели становятся все более и более большими, происходит переход от таких более простых протоколов обучения с датапараллелизмом или даже с последовательной обработкой элементов последовательностей к, ну, такому массовому параллелизму. Вот. И если говорить сегодня о монолитных моделях, то это сочетание такого модельного параллелизма и параллелизма данных, то есть это значит, что у вас, во-первых, модель не помещается в память одного тензорного устройства, да, и фактически она хранится распределенно у вас в различных узлах суперкомпьютера, но соответственно и данные тоже кормятся значит, разные в разные участки вашей распределенной архитектуры, да, и затем там происходит какая-то интеграция усреднения, например, вычисленных градиентов. Вот. Ну и такой, наверное, самый сложный, самый, может быть, даже интересный хай-тек подход к обучению больших университетовых моделей. Это подход, который получил название смесь экспертов, микчеров, экспертс. Ну, сам по себе он был предложен Хинтоном еще в 90-е годы, но вот последние несколько лет получил активное развитие и целый ряд сверхгигантских нейронных сетей основаны именно на этом подходе, то есть у вас, по сути дела, в нейронных сетях таких есть специализированный слой, так называемый разреженной активации, который, по сути дела, диспетчеризует градиенты между различными элементами вашей распределенной архитектуры. Вот. Ну и такой подход позволяет использовать действительно мощные, большие, гетерогенные вычислительные архитектуры для обучения нейронных сетей, и именно таким образом были обучены самые большие в настоящее время нейронные сети, которых сегодня, по заявлениям некоторых исследователей, до 10 триллионов параметров. Вот. Ну, значит, это, конечно, не совсем то же самое, что монолитная сеть, но, тем не менее, на целом ряде задач вот такие гигантские сети, несмотря на то, что у них есть определенные ограничения по сравнению с монолитными сетями, они демонстрируют самые высокие и точные результаты на многих downstream задачах. Вот. Ну, еще важный сдвиг парадигмы – это переход в ряде интеллектуальных задач от такого постепенного прогресса к эмерджентному поведению моделей, то есть у вас некоторые способности нейронных сетей возникают достаточно скачкообразно при достижении ими определенного размера, то есть это значит, что ту или иную интеллектуальную задачу вы, возможно, не можете решить при помощи нейронной сети, там, не знаю, там, с десятью миллиардами параметров, да, но когда у вас в сети становится 11 миллиардов параметров, внезапно оказывается, что она уже решает вашу интеллектуальную задачу с какими-то довольно приличными метриками. Вот. Ну, и вот такие вот скачки, они получили название эмерджентности. Вот. Ну, и важно еще, наверное, сдвиг парадигмы – это тот сдвиг парадигмы, который происходит сейчас, в принципе, в разработке программного обеспечения, и в истории вообще разработки IT-продуктов мы знаем много таких сдвигов, парадигмы, да, первые программы писались в виде, там, отверстий в перфокартах, вот, при помощи машинного кода, затем появились, появились языки ассемблера, потом появились языки высокого уровня, которые позволили уже общаться с машиной на таком более абстрактном, человекоподобном языке. В 90-е годы сформировалась современная парадигма такого, такой социальной разработки программного обеспечения, когда основными инструментами программиста становится уже не, там, знание, которое он погрузил в свой мозг из книг, кнута и других учебников по программированию, а поисковой системы, то есть сегодня основной инструмент, наверное, который использует программист, это даже не какие-то IDE, а это просто Google или Stack Overflow, куда отправляются запросы в поисках релевантных сниппетов кода, и, по сути дела, современный программист, он, конечно, пишет такие запросы к поисковой системе, анализирует выдачу, выбирая оттуда релевантные той задачи, которую он решает, фрагменты кода. Ну и, соответственно, мы в ближайшие годы будем наблюдать такую трансформацию этой парадигмы в сторону прихода сюда таких помощников в виде глубоких нейростивых моделей трансформерных, которые будут помогать людям писать код. Вот, соответственно, возьмут на себя вот эту вот задачу, которая сегодня решается, так сказать, гуглением и изучением выдачи, вот, и, соответственно, значит, разработка программного обеспечения станет еще более высокоуровневой, да, и требования к разрабатываемому программному обеспечению будут генерироваться еще на более абстрактном уровне, чем раньше. Вот, это, конечно, не приведет, как всегда, никакой безработицы, это не приведет к тому, что программистов всех заменят модели. Вот, все подобные сдвиги парадигм, приводившие к росту производительности труда при разработке программного обеспечения, они всегда приводили, например, наоборот, к расширению областей применения программной инженерии и, соответственно, к увеличению количества людей, занятых программной инженерии. Вот, так что эффект здесь будет, скорее всего, прямо противоположный. И действительно, создатели Copilot, например, считают, что развитие их технологий позволит дать доступ к разработке программного обеспечения, там, дополнительно двум сотням миллионов людей. Так, ну, теперь немножко о метриках. Я традиционно в каждом годовом докладе рассказываю о прогрессе в тех или иных задачах, но вот я бы сказал, что в этом году мы пришли к такому, наверное, своеобразному экзистенциальному кризису, который заключается в том, что поскольку практически во всех стандартных задачах, которые использовались для бенчмаркинга, на день превышен уровень людей, нам, у нас возникают некоторые эффекты, связанные с той разметкой, которая имеется у размеченных людьми датасетов, да, то есть, если датасеты размечали люди, они привносили туда и свою ошибку, эта ошибка могла быть снижена за счет использования там многократной разметки, то есть, по сути дела, мы такой используем в качестве сверхчеловеческого интеллекта некий такой коллективный разум, вот, но я бы сказал, что сегодня в некоторых таких вот узких задачах достигнут, по всей видимости, уровень этого самого коллективного разума, из-за этого мы натолкнулись на такой кризис датасетов, да, вот в распознавании образов, например, выясняется, что, ну, например, на таком датасете, как CIFAR-100, еще в 21-м году была достигнута точность 96%, и здесь, по всей видимости, наблюдается такая ситуация неснижаемого остатка, когда модель уже очень серьезно, по сути дела, переобучена под особенность данных, которые находятся в этом датасете, и, соответственно, есть проблемы с преодолением вот этого порога, вот, поэтому не совсем понятно, как оценивать дальнейший прогресс, конечно, можно было бы на этом остановиться и сказать, ну, все, мы достигли, там, уровня 96% в задаче классификации изображений на 100 типов объектов, вот, ну, и все, да, мы зашли в тупик, и выше этих 96% мы не прыгнем, вот, потому что в 2022 году эту метрику улучшить не удалось, вот, но, с другой стороны, если посмотреть на все-таки какие-то более сложные задачи, например, появилась такая работа, которая получила название Avid Done With ImageNet, которая была посвящена такой хитрой переразметке до очистки датасета ImageNet, который, казалось бы, был уже, значит, потрачен, вот, и оказалось, что вот на таком датасете с таким очень сильно повышенным качеством, тут вот мы еще наблюдаем рост метрик новых моделей, и вот здесь мы видим, что на таком массиве, конечно, вперед уже вырвались трансформерные модели, то есть, если для CIFAR 100 у нас вверху списка все еще EfficientNet, то есть сверточная нейронная сеть с архитектурой, которая подбиралась в ходе множества таких экспериментов по оптимизации архитектуры алгоритмической, вот, то здесь мы видим трансформерную модель с наилучшими результатами, вот, ну, интересно, что на CIFAR 100 вот этот же примерно пайплайн, основанный на visual трансформерах, он тоже там выбивает примерно близкую к сотаметрику, вот, и отстает там от этого EfficientNet очень незначительно, вот, но по всей видимости это решение более робастное, то есть при изменении домена мы видим, что предобучена такая большая трансформерная сетка, она гораздо меньше роняет точность, чем вот этот самый EfficientNet, который там в усмерть затюнен под особенности CIFAR. И вот в распознавании речи тоже очень похожая ситуация, да, вот мы причем натолкнулись на этот эффект еще по всей видимости в двадцатом году, то есть в двадцать первом году по сравнению с двадцатым улучшение на Libre Speech Clean было очень-очень маленьким, то есть там меньше, чем меньше, чем сотая доля процента, вот, и здесь тоже, да, можно было бы сказать, что ну вот все, прогресс остановился, да, остались какие-то 1,4 процента, это очень сильно меньше, чем у людей на этом же массиве, да, вот, но может быть все, мы достигли, так сказать, границы возможности развития модели искусственного интеллекта, но опять же нет, то есть вот если посмотреть на какие-то более сложные наборы данных, то на них все еще происходит снижение ошибки, то есть, ну вот, например, несколько работ, посвященных датасетам на немецком языке, Common Voice German и Tudor, вот, на них мы видим, что, опять же, в 2022 году удалось улучшить метрики по сравнению с результатами прошлого года, вот, важная достаточно веха, в 2022 году удалось преодолеть уровень человека в решении задачи ответ на вопросы по картинке, вот, долгое время эта задача была, ну, вот, таким сообразным жупелом, да, примером того, что нейронки все-таки не умеют делать на человеческом уровне, вот, в этом году, ну, точнее, в прошедшем году, 2022, на модель, опять же, на основе трансформерной архитектуры побило вот этот вот порог 83%, который демонстрируют люди на второй версии COCO, VKA, но тут надо сказать, что, ну, как бы в прошлом году, ну, позапрошлом, в 2021 году, вот этот результат, 81%, он уже превышал некоторые замеры человеческой производительности, да, то есть, вот эта вот оценка, там, 83%, она была немножко так вот с запасом выбрана в результате, там, нескольких экспериментов по оценке точности людей, да, но вот тот результат, который мы получили в 2022 году, он уже надежно преодолевает такой человеческий уровень в решении задачи именно из этого набора. Вот, с машинным переводом. Здесь проблема во многом заключается в том, что, вот, если вы зайдете на Papersuit Code и посмотрите на бенчмарки, которые там размещены по машинному переводу, проблема в том, что как-то, в общем, не сложилось такого хорошего, единого, многоязычного бенчмарка для оценки возможностей моделей переводчиков, и в основном там есть модели, которые работают над конкретными языковыми парами, вот, допустим, для вот этой языковой пары, которую я традиционно использовал для оценки прогресса, английский, французский, новых результатов не появилось, превышающих порог 2020 года. Вот, но и тут, наверное, такой достаточно важный вопрос стоит перед сообществом, в том, что нам, наверное, нужен все-таки хороший такой набор параллельных корпусов, который позволял бы оценивать машинный перевод, но с машинным переводом проблема еще в том, что как оценивать его качество. До сих пор применялись некоторые автоматизированные метрики, например, Blue. Blue, вообще говоря, это сравнение частот n-грамм в эталонных переводах и переводах, выполненных оцениваемой системой. Вот, ну, к этой метрике, конечно, много существует вопросов, и вот Гриш Сапунов еще несколько лет назад поднимал эту проблему, и исследования, которые сделал он и его коллеги из интента, они показывают, что метрика в целом на сегодняшний день не слишком адекватна, опять же, с учетом того, что в машинном переводе достигнут уровень, ну, такого, ну, 40, считается, что 50 баллов по Blue, это граница, которая разделяет хорошего переводчика и очень хорошего, вот, ну, опять же, да, значит, у нас сейчас будут проблемы в связи с тем, что референсные переводы сделаны людьми, вот, и, видимо, из-за этого мы здесь не видим такого количества новых работ, пытающихся оцениться на старых датасетах, вот, потому что для оценки такого последовательного прогресса нам нужно там все старые и новые модели на одном и том же наборе данных тестировать, но когда старые наборы данных перестали быть адекватными, прогресс замерить довольно трудно, вот, но опять же, да, если посмотреть на какие-то другие языковые пары, ну, вот, например, немецкий, английский, да, видим, что опять же, в 22-м году есть некоторое улучшение метрик, ну, то есть, можно посмотреть, опять же, на некоторые отдельные языковые пары, увидеть, что, в общем, прогресс есть, сегодня еще немножко поговорим о машинном переводе, но в другой секции, вот, вообще, с пониманием естественного языка, традиционно последние годы самый популярный бенчмарк, который использовался для оценки возможностей моделей в области естественного языка, это был датасет Superglue, набор тестов Superglue, вот, если в прошлом году у нас в лидерборде Superglue было 5 моделей, которые превосходили человеческий уровень, ну, в 21-м году, да, по итогам 21-го года у нас было 5 таких моделей, сейчас их 7, вот, на самом деле некоторые метрики были пересчитаны, я сравнил версию лидерборда Superglue годовалой давности, увидел, что некоторые моделики там по 0,1% подняли или, ну, или даже по несколько десятых процентов подняли или уронили, но в целом, значит, здесь мы видим, что разрыв с человеческим бейслайном составляет около процента с небольшим, вот, значит, ну, полтора процента в случае модели на основе Vega, вот, но здесь, наверное, опять же, много есть открытых вопросов к этому лидерборду, вот, потому что, ну, здесь я вас могу адресовать к исследованию Татьяны Шабрины и ее коллег, конечно, не совсем корректные способы используются при усреднении метрик итоговых, вот, ну, и, значит, если посчитать более честно вот эти результаты, то, возможно, и нету такого уверенного преодоления человеческого уровня, и я сейчас объясню, почему я делаю такой вывод, дело в том, что в 22-м году исследователи, озадаченные проблемы бенчмаркинга моделей, вообще и целым рядом проблем, которые возник в оценке возможностей современных нейронных сетей, создали такую большую коллаборацию научную, которая выпустила статью, которая называется Beyond the Imitation Game, Quantifying and Extrapolating the Capabilities of Language Models, и эта статья и датасет, который она презентует, обычно называется коротко Big Bench. Big Bench – это действительно эпохальный труд, то есть, вы видите, здесь почти 400 авторов у этой работы, это объединенные усилия нескольких сотен исследовательских команд, и это такой огромный, действительно огромный набор тестов на понимание естественного языка со стороны моделей машинного обучения, и предполагается, что надолго этот набор данных станет нашим таким основным инструментом в оценке возможностей языковых моделей. Ну вот, если вы посмотрите на раздел Big Bench на PayPass with Code, то вы там увидите, что он там лежит в виде 130 с лишним бенчмарков, сгруппированных, собственно, в раздел Big Bench. Вот, ну и, соответственно, можете посмотреть там засабмичены туда результаты выполнения самых разных фундаментальных моделей на тестах из Тьюринг-Бенч. Ну и вот какой же результат? Как же, все-таки, если у нас появился такой хороший большой тест, что мы можем сказать о способностях современных больших трансформерных моделей по сравнению с тем, что делают люди. Вот, ну и, в общем, тут, конечно, выясняется, что главное не только как проголосовать, но и как посчитать. То есть, вот, есть несколько подмножеств задач из Тьюринг-Бенча, на которых оценены разные модели. Да, значит, если вы вот возьмете такое маленькое подмножество 58 задач, вот на нем там оценены, значит, помимо людей, значит, такие большие модельки, как там Palm, GPT-3, Шиншилла, Гофер. Вот. Ну и вот на таком наборе из вот этих 58 задач, где у нас там много моделек оценено, мы можем видеть, что самые классные большие модели из этого набора, они, ну вот, вышли, вышли на уровень среднего человека, да, значит, но при этом до лучших людей им, в общем, еще очень далеко, потому что способности людей решать задачки из Тьюринг-Бенча, они, оказывается, тоже очень сильно варьируются. Ну и действительно, как бы, все мы знаем, что есть некоторые люди, которые себе ложку не в рот, а в ухо несут, вот, и решая задачи из Биг-Бенча, не очень-то они демонстрируют свой естественный интеллект. Вот. И разброс, ну вот видите, да, там 50 баллов набирает средний человек, да, лучше люди там набирают почти 90. Вот, верхний перцентиль. Вот. И вот до этого верхнего перцентиля здесь далеко, но выглядит угрожающе, да, то есть, вот смотрите, уровень среднего человека достигнут. Вот. Если посмотреть на набор, там, астаптидити задач, на нем, там, модель ПАЛМ была оценена, вот. Ну и ПАЛМ, надо сказать, что там, в общем, по сумме, так сказать, своих показателей, наверное, самая умная на сегодняшний момент модель, которая прогонялась через Биг-Бенч, вот. Ну вот тоже, да, то есть, мы наблюдаем там показатель, показатель превосходящий уже немножко среднего человека в случае самой большой модели. Вот. Но если посмотреть все на наборе всех задач, которые подвергались человеческой оценке, то тут оказывается, что вот все не так радужно, да, и там пока даже 20 баллов модели здесь не достигли. И здесь проблема-то в чем? Проблема в том, что есть по-прежнему некоторый класс задач, которые машины решают хуже людей, заметно хуже, вот. И у трансформерных моделей есть определенные фундаментальные ограничения, которые мешают им решать некоторые интеллектуальные задачи, мы с вами немножко сегодня еще поговорим об этих ограничениях, вот. Но, в общем, на таком вот действительно большом наборе задач, да, оказывается, что нет, да, то есть, если мы специально не подбираем задачки, которые хорошо выполняются фундаментальными модельками, то результат не такой впечатляющий. Вот, но что здесь интересно на эти графики, что даже на вот этом, так сказать, пессимистичном для нейронок графике мы видим, что тут нет никакой уменьшающейся отдачи, да, то есть мы видим, что с увеличением числа параметров растут и способности таких моделей. Ну, кстати говоря, есть отдельные задачи, которые большие модели решают хуже, чем маленькие. И в прошедшем году было проделано такое интересное исследование с целью найти такие классы задач, которые по какой-то причине большие модели могут решать хуже. Ну, и вот пример такой задачи, например, если вы просите большую языковую модель повторить какую-то цитату, какие-то слова, да, это какая-то известная цитата, в которую вы внесли намеренно какую-то ошибку. Ну, например, заменили там одну буковку, вот, где-нибудь. Так вот, оказывается, что маленькие модели склонны чаще правильно выполнять такую задачу, то есть действительно копировать в ответ то, что вы попросили их скопировать. Вот, то большие модели, они склонны в ответ привести вот эту цитату, но без ошибки, да, почему? Потому что большие модели эту цитату, там, крылатое слово, выражение, много раз видели при обучении в самых разных текстах, ну, и они ее заучили, да, запомнили. Вот, поэтому оказывается, что вот их, так сказать, стремление процитировать по памяти цитату, оно сильнее, чем, значит, стремление правильно выполнить ту задачу, которую вы им даете. Вот, ну, это такой немножко полукурьезный пример, вот, но тем не менее показывающий особенность современных исследований в области языковых моделей. Вообще фундаментальных моделей создано было за последние пять лет превеликое множество, вот, и здесь я вот там на скорую руку составил список, в котором там что-то чуть больше сотни фундаментальных моделей, и это не все модели фундаментальные, которые обучены к настоящему моменту времени, потому что, ну, как только вы погрузитесь там в разные языковые версии моделей, да, то есть, ну, вот, смотрите, там какой-нибудь Берт, да, он существует, там, два разных русских Берта есть, да, там, три, по-моему, немецких разных Берта, ну, и так далее, и так далее, да, то есть, на самом деле, вот этот список, он там, скорее всего, по-хорошему, раза в три больше, вот, но вот, тем не менее, позволяет масштабы катастрофы осознать, да, то есть, с одной стороны, количество моделей множится, да, с другой стороны, это все еще не, там, тысячи моделей, да, как, там, в случае компьютерного зрения, когда там существует, не знаю, миллион разновидностей сверточных сеток, обученных на разных данных, почему, ну, просто потому, что, ну, все-таки каждый у себя дома, там, обучить какую-то достаточно большую трансформерную модельку не может, для этого нужно специализированное оборудование, и во всем мире количество команд, которые могут позволить себе, скажем, сегодня обучить модельку, там, размером сто или больше миллиардов параметров, их там немного, вряд ли сильно больше десятка. Вот. Да, ну, вообще, если посмотреть на практически все такие крупные заметные проекты в области машинного обучения в 2022 году, что их обучает, что их объединяет, а их объединяет то, что это в основном все фундаментальные модели, основанные на трансформерной архитектуре и обученные при помощи самообучения, да, self-supervised learning. Вот, то есть, можно сказать, произошел такой, произошла такая своеобразная гомогенизация стека машинного обучения, но на самом деле, конечно, это не совсем так, потому что каждый, там, конкретный трансформер имеет часто очень много особенностей, как в архитектуре, так и в режимах обучения, так и, естественно, в данных, на которых эта модель обучается. То есть, здесь, ну, это во многом эффект кажущийся. Вот, на самом деле, это модели, конечно, содержащие очень много всяких индивидуальных особенностей. Вот. Ну, давайте дальше как раз поговорим о некоторых таких ярких проектах в области машинного обучения за 22-й год. Ну, вот, например, сеточка от OpenAI под названием Whisper, и это моделька для распознавания речи, и вот как раз на примере этой работы очень хорошо видно, виден фокус современных исследований, то есть, это большой, опять же, трансформер, ну, такая сверточная трансформерная архитектура, на самом деле, то есть, передней части все равно там спектрограмма через сверточный слой проходит. Вот, но, значит, и метрики Whisper на том же самом LibrisPitchClean, они не какие-то вот вам выдающиеся, да, то есть, результат там в районе, там, 2% World Terror Rate, при том, что лучшие модели сейчас там 1,4% World Terror Rate. Но чем Whisper хорош, да, во-первых, он многоязычный и обучен вообще на большом количестве самых разных данных. И вот эта модель, в отличие от какого-нибудь там зафантюненного на LibrisPitch, зафантюненной на LibrisPitch маленькой модельки, она гораздо более робастная. То есть, если вы начинаете в нее кормить звук не из ее родного домена, да, не из LibrisPitch, да, а вот какие-нибудь данные записанные просто через, не знаю, микрофон вашего мобильного телефона, да, или там еще откуда-то взятые. Вот, оказывается, что такая моделька, она за пределами своего домена демонстрирует гораздо более высокую точность. Вот. И это действительно ее важное качество. То есть, вы можете ее потом взять, если у вас есть какой-то специфичный домен, вы можете ее дообучить на данных из вашего специфического домена. Ну, действительно, сравнительно со скромным количеством вычислительных мощностей и получить, ну, такой, в общем, сотый результат для своего домена. Вот. Причем при файн-тюнинге вам данных нужно будет гораздо меньше, чем их нужно для обучения с нуля какой-нибудь очередной SR-модели. Вот. Поэтому появление такой фундаментальной модели для распознавания человеческой речи – это действительно важный результат. Вот. И здесь инженеры из OpenAI могут вполне им гордиться. Валли. Ну, что за Валли? Это, в общем, на самом деле еще одна моделька для клонирования голоса. Ну, с клонированием голоса ситуация какая? Вообще-то для того, чтобы воспроизвести полноценный голос человека со всеми его особенностями, как спикера, с особенностями интонирования текста и так далее, нужно довольно много речевого материала. Ну, то есть даже здесь проблема не только и не столько в ограничениях самих моделей синтеза речи, а в том, что, ну, в принципе, послушав 10 или 20 или 60 секунд речи человека, вы там не найдете всех его особенностей его речи. То есть там просто не будет достаточно количества информации, чтобы вот все особенности речи человека перенять. Вот. Но на самом деле, что вы можете сделать по сравнительно коротким языковым слепкам, и вот в случае Валли это трехсекундные слепки голоса, образцы голоса, вы можете довольно точно скопировать тембр голоса человека, то есть и скопировать все его там обертона. Вот. И склонированный таким образом голос, ну, он действительно похож на оригинальный голос, он повторяет, правда, все те интонации, которые содержатся в том образце речи, на которой вы как бы переносите этот стиль, да, поэтому не ждите, что там будут какие-то фирменные интонации спикера, которые вы пытаетесь скопировать. Но, тем не менее, вот опять же, за счет того, что это большая предобученная модель, которая видела очень-очень много разных голосов, вот. В целом, качество переноса речи у нее оказывается лучше, чем у предыдущих техник клонирования голоса. Вот. Ну, хотя, опять же, старганы всякие тоже с этой задачей справляются неплохо, но просто решение оказывается менее робастным. Вот. Поэтому, вот, очередная работа, которая привлекла внимание к области синтеза речи, вот, и, соответственно, куча людей сейчас с ней экспериментируют. Альфа-тензор. Ну, я, честно говоря, ждал, что в 22-м году создатели Альфа-го и Ижи с ними из DeepMind'а продолжат развитие своей системы в сторону создания модели, способной работать с играми в каких-то еще более больших поисковых пространствах, чем раньше. Вот. Но, оказывается, нет. И внезапно появилась система, которая применяет алгоритмы, значит, Альфа-зеру, ну, и ее наследников, Мю-зеру и Фишин-зеру, применяет к вот такой неожиданной задаче, как поиск оптимального способа умножения матриц. Вот. Оптимального алгоритма для умножения матриц. И совершенно неожиданно вот получилось такой прорыв в математике произвести, то есть создать такой вот многочлен, который позволяет умножать две матрицы 4 на 4 за меньшее число операций, чем раньше. Ну, и фактически для этого задача была переформулирована в виде такой игры своеобразной, в которой играла, собственно, моделька. Вот. Ну, и играла, играла и вот выиграла у людей. Вот. Почему это важно? Потому что, на самом деле, именно такие схемы вычислений закладываются в современное оборудование вычислительное на уровне самих элементов электронных схем. Вот. И, опять же, от того, насколько быстро это оборудование будет выполнять свое тензорное вычисление, зависит потом эффективность работы тех же самых тензорных процессоров, которые мы, в свою очередь, используем для обучения новых нерастевых моделей. Вот. Так что вот такой интересный прикладной результат. Теперь, когда меня спрашивают, а зачем, вот, вы там специалисты в области искусственного интеллекта занимаетесь играми, вот у меня есть, пожалуйста, хороший четкий пример, как алгоритмы, которые разрабатываются для игр, затем находят свое прикладное применение. Ну, вот эта работа была меньше замечена такой мировой прессой. Ну, дело тут в том, что вышло-то она уже, строго говоря, в 23-м году, но поскольку она вышла до того, как я готовил эту лекцию, все-таки я решил включить ее в сегодняшний обзор. Ну, мы ее, наверное, вспомним через год еще тоже, в свете того, что нового получится в течение года. Но результат действительно классный. Вот мы уже, там, несколько лет говорим о генеративной биохимии, о том, что, ну, если модельки неплохо начались предсказывать в некоторых ситуациях свойств молекул, то почему бы нам не использовать модели для генерации новых молекул. И действительно, вот этой самой генеративной химии, генеративной биохимии во всем мире занимается множество научных коллективов, и было получено много довольно интересных результатов. Вот, ну, вот последний результат, который получила группа под руководством Алима Дани, он действительно выдающийся, потому что здесь вот результат был доведен до лаборатории, да, и было получено лабораторное подтверждение тех результатов, которые получились изначально в памяти машины, да, то есть это генеративная моделька, опять же, с трансформерной архитектурой, как и можно было ожидать. Она была обучена на основе 280 миллионов белковых последовательностей. Вот, хотели исследователи получить белки из класса веществ, которые называются лизоцимы. Вот, ну, лизоцимы, как мы знаем, это такие вещества, которые вырабатывают живые организмы для борьбы с бактериями. Вот, обычно они способны разрушать клеточные стенки бактерий. Вот, и вот в результате такого файн-тюнинга на 50, по-моему, тысячах примерно целевых последовательностей белковых Progen смог построить миллион новых последовательностей, генетики при помощи разных методов, инструментов. Из этого миллиона последовательностей выбрали 100 наиболее перспективных, проверили их в лабораторных экспериментах и в результате нашли, ну, во-первых, они там смогли какие-то уже существующие последовательности таким образом предсказать. Вот, но что еще более круто, им удалось найти два искусственных белка, которые смогли разрушать клеточную стенку бактерий, так же, как и лизоцимы. Вот, то есть, ну, не существовавших ранее неизвестных науке, то есть два полностью синтетических белка, которые обладали заданной функциональностью. Ну, на первый взгляд может показаться, что, ну, а что так мало, да, то есть всего-то сотни проверенных две годных, но это на самом деле выдающиеся результаты для генеративной биохимии сейчас, и это действительно очень важный, важная веха в области развития этой сферы. Я думаю, что дальше будет все интереснее и интереснее. Так, ну, теперь мы поговорим, как вы думаете, о чем? Вот, ну, конечно, поговорим о чат-джи-пи-ти, потому что, мне кажется, последний месяц все только о ней говорят. Ну, что такое чат-джи-пи-ти? Для тех, кто вдруг никогда не видел и не игрался с чат-джи-пи-ти? Чат-джи-пи-ти это генеративная языковая моделька, которая работает в режиме генерации, инструктивной генерации диалога, то есть вы можете в ходе диалога этой модели давать различные инструкции, сделай то, сделай это, напиши мне стишок про снеговика, напиши мне сортировку чисел на Паскале или что-то еще. Вот, моделька, соответственно, выполняет ваши инструкции, вот, и в виде диалога отдает вам ответы, результаты своей работы. Вот, ну, а дальше еще в ходе этого диалога вы можете при помощи своих как бы дополнительных инструкций доуточнять тот результат, который вы получили, то есть можете просить как-то видоизменить тот результат, который был получен. Вот. Ну и в основе чат GPT лежит, по словам разработчиков, модель GPT 3.5. Вот, но вообще, конечно, все становится чудесатей и чудесатей, потому что когда-то на заре своего существования OpenAI выкладывала свои обученные модели статьи, код для обучения и данные, на которых это все училось, да, потом постепенно перешла в режим, что мы выкладываем только научные статьи, код для обучения и данные не выкладываем, потому что, а вдруг как бы чего не случилось, да, потом и научные статьи пропали, и сейчас вот все, чем мы можем довольствоваться, это такие статьи в исследовательском блоге OpenAI, где, значит, ну, конечно, некоторые детали раскрываются, тех решений, которые они создают, но очень многое, к сожалению, приходится домысливать, то есть, ну вот, что нам говорит о том, что это модель GPT 3.5, на самом деле, примерно ничего, потому что оригинальная GPT 3, как мы знаем, существовала в разных вариантах, с разным числом параметров, какого размера модель в продакшене мы не знаем, да, это 175 миллиардов параметров или 13 миллиардов или 1.3, ну, кажется, 175 было бы слишком дорого, вот, ну, кажется, что меньше 13 точно не могла бы работать так умно, вот, ну, или, может быть, 6.7, ну, меньше 6 миллиардов, наверное, вряд ли моделька могла бы делать такие вещи, которые вытворяет чат GPT, вот, ну, соответственно, тем не менее, даже если эта моделька размером 6 миллиардов параметров, с учетом того, что сегодня ей пользуются много миллионов людей во всем мире, каждый день на inference этой модели тратятся там адские тысячи долларов, сотни тысяч долларов, вот, поэтому это, конечно, такой аттракцион неслыханной щедрости, OpenAI дало доступ к своей модельке, вот, параллельно с этим, значит, мы узнали о том, что Microsoft вложил много денег в OpenAI и фактически получил контроль над этой лабораторией, вот, ну, все, конечно, там, смакуют суммы, которые были в ходе этой сделки потрачены, но в целом, конечно, ну, и тем более для такой, сравнительно, небольшой лаборатории в OpenAI сейчас около трех сотен исследователей, вроде бы, насколько я знаю, вот, но, тем не менее, значит, история прекрасна не всеми этими подробностями, тем, что эта моделька умеет, ну, вот, например, она может писать код по вашему запросу и не только писать, но и, например, находить в коде ошибки, оптимизировать какие-то фрагменты кода. На YouTube есть ролик, где мужик при помощи ChGPT пишет код на ассемблере для процессора Z80, ну, то есть, это выглядит очень классно и красиво, вот. Ну, на самом деле, можно взять и еще соединить ChGPT там с каким-нибудь React, вот, и программировать на естественном языке, да, то есть, ну, вот, там, сделай кнопку deploy красным, красный, пожалуйста, там, выровняй заголовок H1 влево, пожалуйста, там, выровняй текст под H1 влево, пожалуйста, выровняй кнопку deploy вправо, пожалуйста, ну, и так далее, да, то есть, вы пишете инструкции на естественном языке, ChGPT генерирует изменения в программный код, этот программный код тут же там вкидывается в React, React рендерит вам страничку, и вот вы таким образом, значит, вроде как программируете при помощи английского языка, и кто-то даже пошутил, что новый, наиболее модный язык программирования теперь это английский. Так, что дальше? Ну, тексты на заданные темы, здесь, конечно, уже особо никого ничем не удивишь, но иногда получаются действительно классные тексты, классные какие-то стилизации, вот, которые народ, конечно, шарит активно, я думаю, что вы видели много такого добра, но, кстати, есть сайтик, он называется learngpt.com, и там выложено очень-очень много примеров работы ChGPT, если хотите, можете походить, ну, или в Твиттере просто по хэштегу ChGPT, народ самые хохмы обычно выкладывает, вот. Ну, рецепты можно придумывать, да, и даже, даже потом эти рецепты позволяют сделать что-то съедобное. Вот, еще можно соединить ChGPT и Midjourney и получить вот такую арт-студию, да, то есть, если вам лень промпта для Midjourney писать, то вы говорите ChGPT, чтобы она написала вам там текстовый промпт для Midjourney, она вам пишет развернутый текстовый промпт, и вы кормите его в Midjourney и вперед. Вот. Ну, а можно даже, так сказать, веб-сайты генерить, почему нет, в Midjourney умеет, со странными надписями, конечно, но выглядит прикольно, вот, поэтому, почему бы не замутить веб-студию на основе ChGPT. Вот. Ну, оказывается, даже и музыку может писать, да, ну, существует много разных текстовых представлений музыки, да, ну, вот. Какие-нибудь, пожалуйста, хотите аккорды, хотите нотки, вот. Ну, получается, правда, плоховатая музыка, но сам факт, что получается хоть какая-то музыка, он, конечно, очень прикольный и достойный восхищения. Вот. Ну, естественно, много всяких хайповых новостей. Вот, допустим, история про то, что ChGPT сдала экзамену Wharton MBA. Ну, там все издания, которые пишут про эту новость, они разделяются на тех, чьи журналисты там типа прочитали дальше заголовка оригинальной новости и кто не прочитал. Вот. Ну, те, кто прочитал дальше заголовка, знают, что это был не вступительный экзамен, а выпускной и вовсе не по всей программе, а только по одной программе, Operations Management, и сдала она ее на B- и задачи, связанные с простой математикой, она, в общем, в основном провалила. Вот. Но все равно сам факт. Сегодня вот новость мне Саша Трунтаев прислал о том, что, значит, успешно ChGPT прошла собеседование на позицию разработчика программного обеспечения Google там, причем на какую-то зарплату там типа 170 или 180 тысяч долларов в год. Ну, таких новостей на самом деле будет все больше и больше. Вот. Да. Но здесь нужно понимать, что не должно быть чрезмерного головокружения от успехов, потому что у ChGPT и подобных ей моделей есть целый ряд важных фундаментальных ограничений, про которые вам нужно не забывать, когда вы их используете. Вот. Ну, во-первых, эта моделька генеративная, и это значит, что все, что она знает об окружающем мире, она почерпнула из тех текстов, которые она видела на этапе предобучения. Вот. А эти тексты, во-первых, это некий слепок состоянии знания о мире, да, то есть если вы обучили модель год назад, то она не будет ничего знать о том, что произошло за последний год. Вот. Но что хуже, даже те знания, которые, в общем-то, содержались в обучающей выборке, сетка вполне успешно позабывала. Вот. Точно так же, как вы, прочитав какое-то количество книг в своей жизни, лекций, конспектов и так далее, помните их недословно и помните, ну, лишь отдельные врезавшиеся в вашу голову факты. Вот. Ну, а если вас все-таки выдернули на экзамен, приперли к стене и сказали отвечай, да, ну, вот вы начинаете, так сказать, вам надо что-то говорить, вы что-то говорите, да, и очень часто это все бред и чушь. Вот. И с фактологической точки зрения, конечно, такие модели очень часто привирают. Вот. И этот эффект называют часто галлюцинациями нейронных сетей. Вот. И, ну, вот, как бы модель будет отвечать вам уверенно, но полную пургу, да. Например, если вы спросите у нее, там, почему в Москве перед гостиницей «Космос» стоит памятник Шарлю де Голлю, да, то она легко вам скажет, что там Шарль де Голль был первым космонавтом, да, и много чего еще наплетет. Вот. Да, ну, кстати, моделька знает довольно много языков. Качество ее работы, правда, для английского, понятное дело выше, потому что язык был более представлен в обучающей выборке. Но, в принципе, по-русски она часто вполне сносно отвечает. Вот. Значит, ну и да, большие модели склонны заучивать клише, их знания устаревают, связи прямой с внешним миром генеративной модели не имеют. Вот. Как решать эти проблемы, ну, в принципе, у следователей есть идеи, да, но конкретно, если мы говорим о ЧАД-GPT, да, помните, что фактологически она часто не точна. Дальше. Трансформерные модели построены именно на основе таких разновидностей ванильного трансформера, не содержащие рекуррентных связей, как, например, универсальный трансформер. Они каждый раз, готовя для вас ответ, выполняют фиксированное число рассуждений. Ну, то есть, вот представьте себе, у вас есть нейронная сеть, в ней есть сколько-то слоев, конечное число слоев, у вас сигнал распространяется между слоями только в прямом направлении, да, слева направо, от входа к выходу. Это значит, что во время своей работы такая сетка, она может сделать только фиксированное число рассуждений. Вот оно прям фиксировано. И что будет, если вы попросите такую сетку выполнить какой-то алгоритм, который, сложность которого имеет зависимость от размера входных данных, линейную или квадратичную, или там, не дай бог, вообще экспоненциальную. Ну, все будет плохо. Если вы попросите отсортировать список чисел ГПТХу, то начиная с какого-то числа чисел в вашем списке, эта сортировка работать не будет. Почему? Потому что для того, чтобы отсортировать, вам нужно будет, вам нужно сделать больше операций, чем делают те слои, которые настаканы в конкретной версии вашего трансформера. Именно по этой же причине у вас длинная арифметика работает плохо. Ну, то есть складывать чиселки небольшие, эта сетка еще может без ошибок. Но как только вы просите ее все более и более длинные числа сложить, люди-то как делают? Да, они складывают столбик, они придумывают такой последовательный итерационный способ решения этой задачи, да? Вот. И такие вещи, они очевидно, что таким фитфорвард трансформерам недоступны. Вот. Поэтому многие вещи на самом деле такие сетки делать не могут, и их очень легко на этом подловить. Да, попробуйте, не знаю, заставить ее перевернуть задом наперед достаточно длинный текст, там, подсчитать элементы или отсортировать числа еще лучше в достаточно длинном списке. Вот. Ну и так далее. Не исключено и по всей видимости по этой же причине, например, генераторы изображений на основе текста, ну, типа Majorney, Stable Diffusion и так далее, обсчитываются в количестве пальцев у людей и вообще, так сказать, у них большие проблемы с фрактальными объектами, то есть с объектами, в которых, ну, там, есть какие-то повторяющиеся элементы, да? То есть есть какой-то регулярный, регулярный паттерн, повторяющий элементы этого изображения, да? То есть вот нарисовать руку, там, с несколькими пальцами можно, начиная с какого-то количества пальцев в вашей руке, количество лучиков в вашей звезде, количество, не знаю, там, пятнышек на корове, которые вы хотите нарисовать. Эти сетки не будут рисовать правильное количество объектов, да? Вот. Корень проблема один и тот же. Это не рекуррентная архитектура со всеми отсюда вытекающими последствиями. Они при этом могут быть довольно глубокими, да? В GPT-3 175 миллиардов параметров, у нее 96 слоев трансформера, да? Ну вот, если ваша задача там встречалась достаточно часто в обучающей выборке, ее можно в 96 таких вот атомарных рассуждений выполнить, которые способны выполнить один слой трансформера, то, наверное, у вас есть шанс, что ваша сетка будет такую задачу решать. Но это не факт, да? Как повезет, как сложится стахастический процесс во время обучения. Вот. Дальше. Во многих интеллектуальных задачах специализированные модели все еще лучше, причем лучше значительно иногда. Поэтому, если вы хотите писать программный код, то какой-нибудь кодекс, лежащий в основе Копайлота, ну его большая версия, или альфа-код, или что-то еще специализированное для кода, они пишут код лучше, чем в GPT. А модельки, которые специализируются на переводе текста с одного языка на другой, делают это лучше, чем делает в GPT. Можете, кстати, у Гриши Сапунова тоже посмотреть хорошие исследования, где сравнивались способности чат-GPT в переводе текстов со специализированными моделями, специализированными сетками, которые выполняют перевод. И да, она им уступает в основном. Но, кстати, не так сильно уступает, как можно было бы ожидать. Ну, видимо, сказывается все-таки большая емкость модели. Вот. Но там просто речь идет о том, что сетки, которые, по всей видимости, на порядок меньше, чем чат-GPT, они эту задачу решают лучше, чем она. Просто в силу своей специализации. Ну, и то же самое с любым отдельно взятым доменом. Музыка, там, неважно, программный код, что-то еще. А вот очень часто специализированные моделики будут лучше, чем чат-GPT. Ну, а это, в принципе, наверное, ожидаемый эффект. С людьми тоже так, да. Специалисты в своей области решают задачи лучше, чем среднестатистические люди. Вот. Ну, и последнее, но не наименее важное. Все-таки для применения чат-GPT нужно довольно много вычислительных ресурсов. Вот. Сколько бы там ни было параметров, 6 миллиардов, там, 13 или 175, это прям дорого. То есть, каждый шаг inference, если вы будете выполнять на своей инфраструктуре, он вам прям в копеечку обернется. Поэтому рано или поздно OpenAI с Microsoft лавочку бесплатно прикроют или сильно ограничат. Вот. Ну, или, я не знаю, или они будут зарабатывать в платных сегментах так много, что смогут продолжать, ну, как бы оплачивать существование условно-бесплатного стенда. Вот. Ну, чем черт не шутит. Вот. Но если вы собираетесь внедрять у себя в будущем такую модель, то не забывайте, что, в общем, она требует много железа. Так. В чем принципиальная новизна чат-GPT? В чем вообще там разница-то? Ну, в конце концов, решали такие сдачи раньше, да? Там, Copilot пишет код и альфа-код, там, Диберто, Палм, Эрни решают всякие задачки на понимание естественного языка лучше людей, да? Модели на основе GPT-3, там, и раньше сочиняли там рецепты, статьи, whatever, и что угодно, и анекдоты. Вот. Все это вроде как уже было. Вот. А почему именно чат-GPT? Почему хайп-то такой, да? Может, просто реклама? Вот. Ну, во-первых, что мы наблюдаем на примере чат-GPT? Многозадачность и рост уровня интеллекта моделей. То есть задачи, которые раньше решались при помощи специализированных моделей, теперь на довольно неплохом качественном уровне может решать одна модель. То есть это в целом часть такого тренда на универсализацию моделей, который, может быть, приведет к созданию универсального искусственного интеллекта в какой-то момент. Вот. Да. Ну и не забываем здесь про эмерджентность, да? Многие из тех задач, которые сейчас там в BigBench, такие модели решают плохо, некоторые из них могут в какой-то момент начать решаться хорошо. Вот. Но, скажем, для того, чтобы хорошо решать арифметику той же самой моделью или там чисел сортировать или другие алгоритмы выполнять, тут, кажется, нужны более радикальные изменения. Нужно либо рекуррентность вводить в модель в той или иной форме, либо, либо, другие гитики. Так. Дальше. Мультимодальность и мультиязычность. Новые модели могут одновременно работать с разными модальностями изображений разного типа текста. Например, программный код, звуки и так далее. Но в случае чат GPT мы видим, что она там вполне себе там таблички, блочки кода вставляет в свой текст и так далее. Ну, такая радиментарная мультимодальность, но, тем не менее. Вот. Ну, это важно, да. То есть, вы, получается, получили модельку, которая формально в текстовом домене работает, но на самом деле, видите, она сочиняет и музыку, она сочиняет для вас программный код и дальше даже может рисовать картинки псевдографикой. Хотя через текстовую модель. Дальше. обучение с подкреплением постоянно до обучения и, условно говоря, социализация моделей. О чем здесь идет речь? Вообще, что мы знаем про чат GPT, так это то, что она наследник модельки Инстракт GPT. И вот статья про Инстракт GPT, она была опубликована. Вот. И там, видимо, в этой работе отражено начало работы на чат GPT. Такой промежуточный результат, который тогда был получен. Вот. Что здесь важно? Мы теперь не просто предобучаем модельку. Теперь мы модельку вначале предобучаем, а потом даем ее людям, и люди начинают с этой моделькой общаться. И ставить лайки, дизлайки, условно говоря, тому, что она делает. Или даже исправлять ее, да. Или, например, выбирать из нескольких ответов, которые сетка генерит, выбирать тот, который более правильный. И вы натравливаете какое-то количество людей на эту модель и собираете вот эту обратную связь. И затем эта обратная связь используется для дообучения модели. Вот. То есть, такая вот своеобразная социализация модели, ее дообучение уже в социуме под потребности реальных людей. И этот подход, он работает. Работает хорошо даже при сравнительно скромном количестве учителей, что называется, да. Людей, которые с моделькой общаются. Вот. Это прям важный результат. То, что удалось хотя бы в простейшей форме скрестить обучение с потреблением с генеративными языковыми моделями. Там, вот, если вы почитаете работу по Instruct GPT, там прям очень много алхимии. И многие вещи сделаны прям максимально просто. Но это работает. Это работает. И это открывает нам, конечно, путь к моделям, которые будут эффективно дообучаться вот в таком интерактивном режиме. Вот. Поэтому то, что все мы сейчас общаемся с чат GPD и ставим там какие-то лайки, дизлайки, вот. Это на самом деле не только аттракцион неслыханной щедрости, но и сбор OpenAI важных данных, которые помогут ей сделать ее сетку умнее со временем. Так. Ну и четвертое. В целом мы видим в чат GPD рудименты синтеза ее с экстрактивными моделями. Ну, мы сейчас об этом поговорим поподробнее. Вообще говоря, проблема фактологической неточности таких сеток, она давняя, и с ней думают давно, как бороться. И одна из идей по борьбе с проблемой такой фактологической неточности заключается в том, что вы можете совместить генеративную модельку с моделькой экстрактивной, ну, по сути, поисковой. Моделькой, которая извлекает из какой-то базы знаний, ну, неважно, это засканированный интернет или там словарь, или скан Википедии, или что-то еще, ваша корпоративная база данных. Она извлекает оттуда релевантные вашему запросу документы, а потом эти документы как-то используются генеративной моделькой при синтезе ответа. Это можно по-разному сделать. Можно там какие-то части этих документов в промпт покормить, но это не очень хорошо, потому что короткое рецептивное поле, туда много не покормишь. Можно сделать какой-нибудь там блок кросс-этеншена, но есть разные способы, в общем. Но в целом мы по публикациям ведущих лабораторий, OpenAI здесь не исключение, а это и Google, это и мета, запрещенная в Российской Федерации. Вот, они активно ищут способы эффективного синтеза генеративных и экстрактивных моделей. Ну, точно так же, как ваш интеллект существенно усилит наличие Google, да, если вы что-то не помните, забыли и так далее, вы идете, ищите это в поисковике и потом свой ответ основываете на том, что вы там вычитали. Если такую же возможность предоставить генеративным моделькам, то, конечно, они станут гораздо умнее. И, значит, в чат GPT эта опция есть где-то, но она отключена вроде как. Где-то нашли какой-то кусочек кода, где у них эта опция стоит false. Вот, но опять же, все говорят о чат GPT, на самом деле эта моделька не единственная такая. Вот, модельки такие создаются и другими лабораториями. Вот, другое дело, что к ним нету такого широкого доступа. Вот, ну, Google вот вроде как еще с прошлого года, кстати, бета-тестеров вроде как заявки собирает. Вот, дали они там кому-то или не дали, я пока не знаю подробностей. Вот, но вот что у нас есть. Да, есть ландо гугловская, есть Blunderbot, есть у DeepMind Sparrow. Да, ну, вот как бы DeepMind принадлежит тоже к гуглу, но точнее алфавиту. Да, это вроде как соседи, заклятые друзья с Google Research. Вот, ну, есть OpenAI и есть еще вот Клоде, Anthropic AI делает модельку. Ну, вот здесь сравнительные их параметры. Да, значит, число параметров, что там за базовая модель, размер корпуса, на котором училась, есть ли у модельки возможность куда-то ходить во внешние базы знаний, до обучения на размеченных данных, размер дата-сетов до обучения, обучение на обратной связи от пользователей и есть ли правила для цензуры. Цензура выдачи, ну, в смысле, и на ваши запросы, и на выдачу моделей. Вот, вот такая картина. Я не буду по ней сейчас подробно проходиться, но в целом, что я бы хотел резюмировать, ChatGPT это не единственная моделька такого класса. Вот, сходной модельки есть много у кого. Есть еще кое-кого, но я про это пока не буду вам рассказывать. Так, значит, что еще в 22-м году происходило интересного? Ну, конечно же, генерация картинок при помощи сеток. Первая дали, как вы помните, появилась два года назад. Вот, за это время генераторы картинок по произвольным промптом проделали очень большой путь. Вот, и сейчас фронтир исследований это диффузионные модельки, главным образом. Ну, сейчас про диффузию скажу несколько слов отдельно, да, но вот здесь перечислены некоторые наиболее интересные представители этого семейства. Вот, и некоторые примеры их работы. Что такое диффузионные модельки? Почему так называются и чем они отличаются от предыдущего поколения от авторегрессионных моделей генерации? Ну, кстати, еще вопрос. Авторегрессионные модельки еще, может, много чего еще смогут. Вот, но, тем не менее, сейчас вот диффузионки это наиболее популярный подход. Значит, идея в чем? Вы берете картинку и добавляете на нее шум какой-то, ну, гауссовский, например. Вот, и дальше вы обучаете модельку трансформерную. Ну, у вас есть энкодер, который текстовое описание ваше кушает, да, выдает какой-то латентный вектор. И потом есть сетка, которая получает на вход вот этот латентный вектор, ну, то есть, ваш там, ваш запрос, по сути, трансформированный уже семантически. Вот, и картинку с шумом. И пытается из нее восстановить картинку без шума. Вот, то есть, удалить какой-то шум, чтобы итоговая картинка соответствовала вашему описанию. Дальше вы что можете сделать, да, вы можете, обучив такую модельку, построить такой итерационный процесс, когда вы вначале будете подавать просто шум сплошной, случайный. Вот, дальше вы делаете один шаг вот этой обратной диффузии, да, то есть, удаление шума. Потом с получившейся картинкой еще один такой шаг делаете, потом еще один, еще один, ну, и так далее. Сколько-то таких шагов делаете, 10, 100, там, 1000. В зависимости от того, сколько вам не жалко вычислительных ресурсов. Вот, в итоге вы, как бы, из вот этого, этот хаос, как бы, сгущается, упорядочивается и превращается в картинку, которая соответствует вашим описаниям. Вот, чем такой подход хорош, то, что качество получается в целом лучше, чем авторегрессионных моделек, потому что авторегрессионных моделек у них, ну, отдельная такая сложная часть, это превращение картинки в токены, да, и обратный процесс. Ну, то есть, вам нужна какая-то моделька, которая снижает размерность, по сути, описания картинки, чтобы вы могли в том же домене, что и текст, оперировать с какими-то картиночными токенами, да, и там часто потеря качества происходит за счет этого. Вот. Ну, и вот, диффузионки. Самые знаменитые, ну, например, Stable Diffusion или Mid Journey. Вот. Ну, вот, каких-нибудь примеров генерации, вам, Shiba Inu, одетый берет и черный, так, что-то, воротник на какой-то, короче, шарф. Вот. Или мозг летит на ракетном корабле, короче, на ракете к Луне. Вот. А, вот справа, кстати, генерация авторегрессионной модельки, это наша Рудали XL, которая Малевич, это Илон Маск в форме авокадо. Мне больше всего нравится то, что, ну, в русском языке же слово форма значит не только shape, да, но и форменную одежду. И вот в данном случае сетка прям решила, что есть какая-то форменная одежда авокадо и нарядила в нее Илона Маска. Ну, и вот еще, допустим, Мстители, но все они Дэнни Дэвита. Или смесь Кавказской пленницы и Звездных войн. Да. Нет у меня отдельного слайда, но просто пару слов скажу. Интересная моделька последнего времени Deep Floyd. Если вдруг не видели, то загуглите. Это, в общем, ну, такой серьезный шаг в сторону того, чтобы писать, во-первых, нормальный текст на картинках, и правильное количество пальцев генерировать, вот. Ну, в общем, загуглите. Это Леша Шиненков и Миша Константинов. Их последнее творение. Вот. Ну, в общем, рекомендую всячески. Так, что делается у нас? Что делается у нас? У нас вообще в Сбере есть три таких, наверное, главных центра. Ну, четыре даже. Четыре центра основных. Исследования в области искусственного интеллекта. Ну, это лаборатория искусственного интеллекта. Это мы, Сбер Девайс, это Сбер AI, и это Институт искусственного интеллекта. Ну, такая дружественная нам организация. Вот. Мы довольно давно занимались тем, что обучаем самые разные фундаментальные модельки. Начинали мы в свое время с RUGPT2. Мы ее никогда не публиковали, но она у нас была. Ну, и всяческие там Руберты, Руберты и так далее. Вот. Сегодня в нашем арсенале довольно много трансформерных моделек разного размера с разными архитектурами. Многие из них мы публиковали в открытом доступе. Вот. Часто мы идем по пути публикации в открытом доступе меньших версий моделей. Вот. А большие модели, соответственно, доступны у нас в клауде. Ну, в принципе, я не думаю, что это большое горе для комьюнити, потому что вы, ну, если вы регистрируетесь в клауде, вы можете эти модельки тоже спокойно использовать абсолютно. Вот. Но просто, чтобы их запускать, вам нужно специальное оборудование все равно. И, ну, в домашнем компьютере вы не особо сможете им пользоваться. Вот. Ну, а версии поменьше, там, типа, один триер, да, параметров. Это вы можете и дома у себя инферить. Вот. Поэтому вот здесь некоторые наши модельки перечислены. Вот. Ну, наверное, из последнего времени. Что хорошего, чем можем поделиться? Ну, вот, например, это Russian Superglue, русская версия лидер-борда Superglue. Вот. В общем-то, это такой хороший отечественный качественный аналог Superglue оригинального. Вот. Вот там сейчас второе место после людей занимает моделька, которая называется Fred T5. Вот. И это наша самая современная энкодер-декодерная трансформерная архитектура. 1,7 миллиардов параметров всего. Вот. Но, несмотря на сравнительно скромное число параметров по сравнению со многими другими моделями, представленными в этом лидер-борде, эта моделька русский язык понимает, ну, по крайней мере, на этих тестах лучше, чем многие модели, которые больше у нее по размеру. Вот. И скоро мы расскажем об этой модельке поподробнее. Вот. И будет пост на хабре с подробным описанием того, что называется, составляет ее начинку. Вот. Но это вот такой какой-то результат, которым можем гордиться, наверное. Ну, сейчас еще покажу каких-нибудь прикольных штучек. Ну, вот, например, специальная версия села Ботанической, ГПТХи, которая сочиняет стихи. Вот. Причем вы можете просто написать затравку, которая будет началом стихотворения. Либо можете просто какое-нибудь написать выражение, тему задать. И, соответственно, моделька вам сочинит соответствующий стишок. Вот. Ну, а поющая нейронка еще и споет. В тот мир, где все как на ладони идет пастух, пасутся кони и серый волк. Зеленый слоник сидят, присеп на подоконе. Ну, это вот то, что может нейронка сочинить по запросу «зеленый слоник». А дальше поющая нейронка может пропеть на заданные ноты. Вот. Скоро будет больше такого рода развлечений в открытом доступе. Вот. Ну, в 22-м году мы вот выпустили совместно с издательством «Индивидуум» и с Павлом Пепперштейном совместно книжку, которая называется «Пытаясь проснуться». Вот. Соответственно, 24 текста. Половина из них написана Павлом Пепперштейном. Половина из них написана в специальной версии «Руджепти-3», которая получила название «Нейропепперштейн». Вот. Это сетка, которая была доучена, собственно, на текстах Павла. Вот. И у вас есть шанс все еще попробовать угадать, какие из этих 12 рассказов написал «Руджепти», какие 12 из этих рассказов написал Павел. Вот. Мы еще пока не раскрывали результаты. Вот. Ну, я думаю, что в этом году раскроем. Тогда сможете себя проверить. Вот. Вообще, Павел говорил, что... Вначале он думал, что отличить будет очень легко. Вот. И что все сейчас немедленно отличат. И он говорит, это было ровно до того момента, когда он прочитал статью какого-то литературного критика, в которой было написано примерно следующее. Значит, цитировался фрагмент текста. Говорилось, что, ну, вот по этому фрагменту видно, что все-таки нейронки еще пока не могут писать так же хорошо, как люди. Вот это вот совершенно, так сказать, явно машина выдает себя здесь. Да. Ну, все было бы хорошо, если бы этот фрагмент не был бы написан Павлом. Вот. Ну, а потом, соответственно, критик пишет. Но, а зато по вот этому тексту мы видим, так сказать, гений настоящего Пепперштейна. И был приведен фрагмент текста, написанный сеткой. То есть, было две из двух ошибок. Вот. Ну, в общем, если вам нравится творчество Павла, если вам нравится творчество нейронок, то советую вам эту книжечку. Так. Чем занимаемся мы? И, в общем-то, занимаются тоже многие исследовательские лаборатории во всем мире. Это проблема постоянного дообучения, потому что, ну, мы понимаем, что вот большая нейронка действительно фиксирует в себе какой-то слепок знаний об окружающем мире, который содержится в тех данных, на которых она училась. А что же дальше? Вот. То есть, вообще-то, каждый день выходят новости, каждый день происходит там что-то в мире. Вот. И знания нейронки постепенно становятся все менее и менее актуальными. Вот. Поэтому по-хорошему всем AI-лабораториям, да, и компаниям, которые будут использовать в своих продуктах эти модели, придется решать эту задачу на таком фундаментальном инфраструктурном уровне. Вот. То есть, нужно будет регулярно дособирать новые данные, свежие новости, свежие мемы, свежие курсы валют и так далее, и так далее. И на всем этом модель постоянно дообучать. Да. Вот. А чтобы это было вычислительно эффективно, чтобы вам не приходилось каждый раз переобучать всю сетку заново, вот, вам нужно решать проблему так называемой катастрофической забывчивости. То, что, в общем-то, сетки во время файн-тюнинга довольно быстро забывают знания, которым они были предобучены. И, да, нужно как-то с этим бороться. Для этого придумано много самых разных алгоритмов. Elastic Waste Consolidation, адаптеры, много чего еще. Вот. И вот мы в прошедшем году запустили первую версию своего фреймворка, который называется «Молотилка». То есть, это набор такой веб-краулеров, которые собирают свежую информацию в интернете. Вот. И набор алгоритмов, которые некий зоопарк фундаментальных моделей постоянно дообучают. То есть, кормят этими новыми данными, а пользователям, соответственно, пользователи могут получить доступ всегда к самой актуальной модели, с самыми актуальными знаниями, вот, ну, в виде API. Вот. Либо к предыдущим версиям модели, если вам, например, хочется сравнить выдачу модели недельной давности с моделью сегодняшней. Вот. Поэтому вот такая история. Поэтому в будущем, скорее всего, мы столкнемся с расширением вот этой вот модели ML as a Service. То есть, когда доступ к большим моделям будут получать через API, а сами модели будут на больших машинах регулярно дообучаться, догружаться новыми данными. Так, ну, еще нейростихов. Ну, ладно. Про зеленого слоника уже посмеялись. Давайте дальше. Вообще, в целом, тенденция 22-го года. Все вокруг делают нейро-всё. То есть, поскольку появление и развитие генеративных моделей сильно удешевляет создание индивидуализированного контента, то, ну, естественно, грех этим не воспользоваться в самых разных областях для получения самого разного контента. Вот. Ну, то есть, у нас вот, например, в наших голосовых помощниках салют есть с прошлого года нейро-квесты. То есть, вы можете поиграть в текстовые квесты даже с картинками, которые там Руда Ликандинский генерирует. Вот. Можете походить по миру, который действительно ничем не ограничен, кроме вашей фантазии и фантазии генеративной сетки. Вот. То есть, вы можете, не знаю, там, в любой момент написать любое действие произвольными словами, которые вы делаете. Там, сказать, не знаю, что там. Я достаю из кармана огурец и стреляю. Вот. И посмотреть, что моделька сгенерирует. Каким последствиям в этом вымышленном мире ваши такие смелые действия приведут. Вот. Поэтому, если вам нравятся текстовые квесты, вот можете попробовать поиграть. Ну, это такой наш ответ и iDungeon. Вот. Еще нельзя не сказать о железе. Ну, это уже, опять же, возвращаясь от наших, так сказать, экспериментов к тому, что происходит в окружающем мире. Что происходило в области железа, важного за прошедший год? Ну, во-первых, NVIDIA выпускает H100. И это, на самом деле, с практической точки зрения, наверное, самая важная новость для всех, кто занимается исследованиями или производством в области ML. Потому что это новый флагманский тензорный вычислитель, который будет доступен широкой публике. Вот. В общем, на разных тестах прирост производительности, понятное дело, разный по сравнению с A100. Вот. Но в среднем, вроде как, на всяких там резнетах и трансформерах там 2-3 раза ускорение есть. Вот. При обучении, может, даже где-то и 3+. Вот. Поэтому появление машинок на основе H100 – это новая страница. Нас ждут более большие, толстые, умные модели. И большее количество моделей в продакшене. Всякие прекрасные новые продукты и сервисы на основе нейронок. Вот. И NVIDIA здесь, конечно, основной, наверное, драйвер, потому что их оборудование является наиболее популярным сейчас для машинного обучения. Вот. Ну, что помимо? Google не выпустил ТПУ-В5 в прошедшем году. Но, скорее всего, выпустят в этом. Потому что, вот, если приглядеться к твитам исследователей из Гугла, ну, можно увидеть, что они ведут работу на ТПУ-В5, твит 21-го года еще. Вот. И при разработке ТПУ-В5 используются, в свою очередь, нейронки. То есть, для того, чтобы разрабатывать оптимальные схемы, используются алгоритмы оптимизации на основе обучения с подкреплением и нерастевых моделей. Вот. Поэтому, ну, надеемся, что ТПУ-В5 будет не только с точки зрения элементной базы и таких брутто-показателей круче, но и за счет оптимизации архитектуры получит дополнительный прирост эффективности. Вот. Ну, и две, два события из нейроморфного мира. Да, значит, Intel, в общем-то, еще в конце 21-го года анонсировал выход Лойхи-2. Вот. А в 22-м году появилась специализированная материнка для Лойхи. Вот, видите, такая борда называется Капохо Пойнт. И на нее можно поставить четыре процессора Лойхи. Вот. То есть, Intel так постепенно движется все-таки к выходу на рынок с нейроморфными железками. Но внезапно на повороте их обскакала компания BrainChip, которая в 22-м году запустила такие массовые производства нейроморфных чипов. Это, я думаю, что вы слышали об этом стартапе из моих предыдущих выступлений. Это стартап Акида. В основе их схема лежит. Вот. И вот BrainChip выпустила тоже свою такую вот борду, которая называется Akido PCIe Board. И вот туда вставляется нейроморфный чип АКД-1000. И все это удовольствие стоит 499 долларов. Я не знаю, можно ли... Ну, я, наверное, раздобуду как-нибудь. Вот. Так в России, конечно, трудно достать эту железку. Вот. Но сам факт, что кажется, это первый кейс промышленного производства нейроморфных чипов. Вот. И уже сообщается там о куче всяких коллабов об использовании этих чипов в самых разных системах. Там в автомобилях с автопилотом и так далее. Вот. Поэтому вот это такое, наверное, важное событие, про которое хотелось бы сказать. Ну, это вот, наверное, самые заметные в мире железо события, которые касаются машинного обучения напрямую. Так-то, конечно, их еще много, но... Кое-что еще. Что у нас еще было разной степени грустности в этом году. За счет того, что технологии машинного обучения идут в массы, естественно, это провоцирует общественные дискуссии и всякие разные... Разной степени кринжовости истории по поводу общественного восприятия и развития этих технологий. Ну, вот, например, некоторая группа индивидов решила подать в суд иск на создателей Stable Diffusion. И, значит, что здесь положено в основу этого иска? Значит, сетку пытаются обвинить в плагиате. Дескать, те изображения, которые она создает, на самом деле составлены в результате перекомбинации фрагментов изображений, которые сетка видела в процессе обучения. Вот. И таким образом это, дескать, плагиат. Вот. Ну, конечно, это работает не так, как мы знаем. Stable Diffusion – это диффузионная сетка. Поэтому, ну, если там с авторегрессионной еще можно было бы ждать, возможно, того, что она переобучится на каких-то картинках и будет из них прям куски заимствовать. То, конечно, в случае диффузионной сетки вероятность этого намного меньше. Вот. Ну, и тут встает вопрос. А вот каждый человек-художник, он же, ну, вообще-то тоже не в безвоздушном пространстве учится рисовать картины. Да, он в ходе развития своего таланта изучает работы других художников, видит десятки тысяч работ других людей. Вот. Ну, и вот вопрос. Насколько его творчество зависит от того, что он видел в своей жизни, и насколько оно является плагиатом? Ведь какие-то идеи все равно он заимствует у своих учителей. Вот. Ну, интересно. Очень интересно, на самом деле, очень интересно, как в суде аргументы сторон будут разбираться. И, ну, я, честно говоря, надеюсь и верю в то, что будет отказано по этому иску или иск будет отозван. Вот. Но если дело до суда дойдет, интересно, конечно, будет послушать аргументацию сторон. Вот. И удастся ли уважаемому суду объяснить все-таки детали работы алгоритмов, лежащих в основе нейронок, чтобы показать, что никакого принципиального отличия между человеком, который учится на работах других людей, и такими генеративными сетками нету с точки зрения степени плагиата. Вот. Ну, или вот другая история. Вторая история – это иск против GitHub Copilot, да, о том, что сетка, обученная на данных с GitHub'а, игнорировали при обучении сетки кодекс то, что было написано в лицензиях проектов. Многие из проектов были, ну, содержали лицензии, требующие, ограничивающие, скажем так, да, применение того кода, к которому относились эти лицензии, и в том числе, значит, это всякие лицензии, которые разрешают использование только в open source проектах, сгенерированные коды соответствующих репозиториях. Вот. Ну, здесь тоже очень интересный момент, потому что, ну, в целом, какие-то многократно повторенные фрагменты кода сетка, естественно, вполне себе могла заучить и могла воспроизводить на этапе генерации, поэтому здесь, ну, интересно тоже посмотреть, как это дело, чем закончится. Вот. Ну, бунт художников на ArtStation против Midjourney, против других сеток с генерацией изображений. Ну, в общем, если программисты скорее с радостью восприняли то, что появляется сетка, которая становится их помощником, берет на себя выполнение части операции, относящейся к их труду, вот, то в отношении художников, как видите, не все так однозначно. Здесь скорее такое произошло разделение на два лагеря. На лагерь техноэнтузиастов, те, кто говорит, что, ой, спасибо, новый классный инструмент, я его использую как источник вдохновения нового, вместе с сеткой делаю больше, чем раньше делал без сетки, вот, и тех, кто говорит, запретите, запретите, запретите. Ну, в общем, ситуация очень похожая на эпоху появления первых ткацких станков, когда ткачи, которые потратили половину своей жизни на освоение ткацкого ремесла, были, мягко говоря, недовольны тому, что многие их навыки обесцениваются, в которые они инвестировали много жизненных сил и энергии. Да, ну, что еще интересного, так сказать, из общественного резонанса по поводу исследований в области искусственного интеллекта, ну, вот, один инженер из Гугла решил, что сеть Ламда обладает разумом, и поэтому срочно нужен ей, конечно, адвокат, как всякому разумному человеку в наше время. История довольно интересная, но с той точки зрения, что вообще, конечно, Блэйк и Лемуана стремились все время представить, ну, дурачком таким, сельским. Вот, на самом деле, конечно, я думаю, нет, я думаю, что там изрядная доля была такого троллинга осознанного, учитывая то, какие, скажем так, не слишком хорошие практики он обнажил в Гугле. Вот, но факт остается фактом, вызвало это все довольно активную дискуссию, и, естественно, ну, как бы в 2022 году, когда у нас есть модельки типа ChatGPT или Ламда, или Палм, или BlenderBot 3, ну, довольно легко впасть в такой грех анимизма, да, точно так же, как первобытные люди. Мы, в общем, в своем высокотехнологичном обществе занимаемся одушевлением нейростевых моделей. Это, конечно, не значит, что мы рано или поздно не сможем создавать модели, которые будут обладать сознанием, скорее всего, сможем. Вот, но пока, конечно, говорить об этом немножко рано, особенно в случае таких, в общем, нехитрых фитфорвард-трансформерных моделей. Вот, но, тем не менее, вся вот эта проблематика, которая сегодня в таком, может быть, полушутливом формате обсуждается, она через какое-то время станет для нас важной. Вот, поэтому и важны, например, такие вещи, как BigBench, которые позволяют нам все-таки как-то не на основе одного разговора и не на основе минутного впечатления, не на основе интроекции, а на основе все-таки такого большого всеобъемлющего теста определить возможности моделей. Вот, когда модели станут приближаться действительно к сопоставимым с людьми показателями на таких сложных тестах, и когда, например, у нас появятся модели, которые будут, так сказать, приобретать свои интеллектуальные способности в ходе процесса мультиагентного обучения, в том числе взаимодействия с обществом и так далее, тут уже резонно будет поднять вопрос о том, не следует ли признать наличие у таких моделей сознания. Вот, но, конечно, тут забегать вперед не стоит, пока можно просто поулыбаться происходящему в мире. Так, давайте посмотрим, что сбылось, что не сбылось из моих прошлогодних прогнозов. Но надо сказать, что я в своем репертуаре угадал я, как и в прошлый раз, три вещи. Вот, ну и одна еще так, условно. Что я угадал? Я угадал, что на Coco WCAE будет человеческий уровень превзойден, что появятся пользовательские нейроморфные чипы, которые будут в массовое производство попадут, и угадал то, что появятся первые популярные пользовательские сервисы с генерацией музыки под пользователя. Ну, сервисы появились такие, вот, и у Яндекса, и у нас, и в мире есть несколько подобных сервисов. Google вот буквально недавно выпустила свою модельку, которая называется MusicLM, и которая работает уже в аудиодомене. Вот, ну, правда, выпустила громко сказано, то есть там какие-то начерепиканные примеры и пост в блоге. Вот, но вроде обещают. Обещают сейчас какое-то время публиковать. И даже датасет, на котором учили. Вот, ну, так или иначе, получилось. Вот, что не угадал. Ну, я, во-первых, ждал, что все-таки до конца года 22-го появится монолитная моделька с триллионом или больше параметров, и что появятся модельки мультимодальные на полтриллиона параметров. Ну, не появились, вот. Ну, тут тоже вопрос, появились, не появились. Ну, не сообщалось, да, скажем так. Так, мы не знаем, сколько параметров у условных там GPT-3.5, и есть ли GPT-4 уже сегодня, вот, или нету, и сколько у нее параметров, не знаем, да. Но поскольку все-таки ориентируемся на то, что в публичном пространстве озвучивается, да, вроде как не публиковалось. Монолитные моделики с больше чем триллиона параметров, и мультимодалки с 500 миллиардами нет. Ну, короче, прогноз был на тоненького, потому что, кажется, ну, типа середина ожидаемого срока приходилось там аккуратно конец года, поэтому я сильно рисковал с этим прогнозом. Вот. Дальше я думал, что появится после Efficient Zero какая-то новая версия продолжателей там Альфа-Зиру, вот, которая будет ориентироваться на игры с большим поисковым пространством, но вместо этого появился Альфа-Тензор, и, в общем, я не угадал направление развития их исследований, ну, что ж. Вот. По Libris Pitch Clean я ждал, что все-таки будет меньше 1,2 ворторор рейд, не сложилось 1,4 по-прежнему, ну, вначале рассказывал про эту историю. Вот. И ждал, что все-таки в топ-5 на каком-то из наборов тестов Superglue, iGlue или Russian Superglue появятся не трансформерные модели. Но нет, не появились, и на самом деле большой вопрос. То есть, пока всякие MLP-миксеры и всякие хитрые LSTM-ки новые пока не взлетели. Вот. Поэтому, ну, ждем, что будет происходить в этой области дальше. Не угадал, значит, не угадал. Так. Ну, и в желтый я покрасил про топ на смену, что EfficientNet придется в Superglue от модели. Тут смотрим, каким метриком считать. Там есть метрики, вроде как, поправленные на Outlier, и по ним все-таки трансформерные модели лучше, чем EfficientNet. Ну, и плюс, как бы, в некоторых, ну, вот в поправленном ImageNet, да, там, опять же, на первом месте как раз трансформерная моделька. Вот, но поскольку раньше на CIFAR 100 мерили, там по-прежнему EfficientNet первое место занимает. Ну, то есть, я покрасил желтый цвет. Ну, посмотрим, чем будет дальше. Так. Какие я придумал прогнозы на 2023 год? Я думаю, что 20% на BigBench на подмножестве HumanEvaluation EvaluatedTasks получится сделать у какой-нибудь модели новой, у GPT-4, скорее всего. Вот, или у новой версии Palma. Значит, все-таки должен появиться Monolith с больше, чем триллиона параметров, и модельная с больше, чем 500 миллиардов. Ну, должно такое случиться. Вот, просто, наверное, где-нибудь к маю появится. Обычно в мае релизы больших моделей происходят. Как вот с шиншиллой было там, еще с Palma, по-моему. Наверное, где-то так и будет. Так, дальше. Все-таки, я думаю, что появится там Efficient Zero Plus для игр с большим поисковым пространством. Вот. Появится мультимодальный вариант инструктивной генерации. Ну, то есть, условно говоря, чат GPT с картинками, где вы сможете там, говорить, что с картинкой сделать, тоже в режиме чата. Вот. Я думаю, что появятся новые разновидности голосовых помощников. Я условно их называю голосовыми напарниками. Вот. Я думаю, что то, что удалось сделать в рамках той же чат GPT и похожих моделей, открывает возможности для создания такого вот виртуального напарника в вашем компьютере, который будет делать вместе с вами все, что вы делаете за своим компом. Да. И это будет не просто генерация там в режиме чатика, ну, вам такая штука сгенерирует текст в ту форму, в которую выткнете, да. Вот. И возьмет на вход текст, который у вас на экране сейчас есть, да. Ну, то есть, условно говоря, ваш друг, который подключился к вам через там TeamViewer, с которым вы общаетесь на естественном языке, да, и который может вам помочь сделать разные штуки на вашем компе. Вот. Дальше я думаю, что иск против создателей Stable Diffusion будет отозван или проигран. Такой вот прогноз. Я думаю, что в передовых вузах начнут преподавать Prompt Engineering, ну, и, в принципе, как бы историю по использованию таких больших генеративных моделек в самых разных областях. Ну, кажется, система образования должна как-то на вызовы отвечать. Вот. Ну, я думаю, что мы увидим несколько разных альтернатив в чат G5 похожих. Скорее всего, крупные исследовательские команды не будут релизить прям что-то похожее в один в один, а скорее это будет попытка сделать там шаг вперед по каким-то показателям. Возможно, и, скорее всего, это как раз добавление экстрактивного элемента, то есть, модельки, которые будут, скорее всего, использовать поисковые данные при генерации своего ответа. Я думаю, что Google должен такую штуку выкатить. Вот. Ну, то есть, наверное, это будет Sparrow там какой-то, да, в каком-то виде. Вот. Ну, и посмотрим. Я думаю, что сейчас успех чат GPT и то количество пользователей, которое набрало и восторженных отзывов, конечно, приведет к стимуляции исследовательской и разработческой деятельности. Вот. Все. Спасибо за внимание. Тут есть вот какие-то QR-коды, которые ведут на, во-первых, мой каналчик в телеге, во-вторых, каналчик в телеге салютой.ай, куда можно писать там всякие разные вопросы по поводу модели, которые мы разрабатываем в Сберии. Вот. А сейчас я готов поотвечать на вопросы, которых, я думаю, накопилось какое-то количество. Пока вопросов нет, но мы их ждем. Да, друзья, задавайте вопросы, я постараюсь максимально на них там полно ответить в силу своих возможностей. ты, Саша, не хочешь задать вопрос какой-нибудь каверзный? Очень много вопросов в голове, не знаю, какой выбрать. по-моему, в этой лекции мало было затронено опасений, связанных с развитием искусственного интеллекта. Раньше ты затрагивал их, а сейчас пошел стороной. Ты знаешь, я просто, если бы я еще про опасения, я бы, во-первых, съел бы хлеб технофобов, которые их и так теперь расплодились, видишь, сколько. Они бы обиделись. Все те вещи, которые мы обсуждали прошлые годы, они, разумеется, остались актуальными. Это и эффекты технологической безработицы, это и байсы моделей, это и куча всяких разных других вызовов, связанных с чрезмерным доверием алгоритмом или, наоборот, недостаточным нам доверием, да, да, и те же угрозы там, какого-нибудь нового средневековья, что сейчас запретят нам все. Эти все угрозы, они по-прежнему с нами, они никуда, разумеется, за год не делись. Вот, я в предыдущих своих выступлениях разбирал их очень подробно, и, честно говоря, мне просто не очень хотелось повторяться, потому что в этой области ничего так радикально нового не произошло, ну, кроме вот там конкретных воплощений и в реальность тех вещей, о которых мы говорили. Ну, кстати, интересная история, по-моему, все-таки это в 22-м году произошло, если мне память не изменяет, это история, когда сотрудники почтового ведомства Великобритании выиграли иск, который там много лет продолжался, когда им начисляли несуществующие недостачи из-за дефектов в алгоритмах. долгое время почтовая служба просто отмахивалась и говорила, нет, это, типа, делают алгоритмы, они не могут ошибаться. Вот. В результате там некоторое количество людей отправилось за решетку, там было большим штрафом подвергнуто, и вроде бы даже один человек с собой покончил. Вот. И на протяжении нескольких лет шло разбирательство, в конце концов все-таки удалось доказать, что были дефекты в программном коде. И вот, пожалуйста, вам жертвы алгоритмов добились своего все-таки восстановления справедливости. Это такие истории нас должны, я думаю, многому учить. Да. Что мы можем противопоставить мошенникам, которые могут использовать подобные технологии? Да, то же, что и всегда. Тут как борьба снаряды и брони, да, то есть... Обычный человек, я понимаю, что специалисты могут противопоставить. Обычный человек. Не, обычный человек ведь использует инструменты, которые создают специалисты, да, то есть, например, вот сейчас у многих операторов сотовой связи появились алгоритмы для детекции мошенников, вот, и всяких, так сказать, имперсонаторов банков сейчас вычисляют быстрее гораздо, и специальные алгоритмы анализируют трафик сетевой, вот, появились всякие умные автоответчики, которые могут, там, не знаю, поиздеваться над мошенниками, которые вам звонят. Вот, то есть, всякие такие инструменты для борьбы с мошенниками, тоже высокотехнологичные, они появляются, развиваются, становятся частью нашей жизни, но это часть такого, как бы, всегдашнего тренда, да, то есть, здесь, ну, разумеется, просто сами знания, распространение знаний людей, знания о технологиях, да, позволяют, значит, им, так сказать, быть более критичными и, значит, лучше распознавать потенциальное мошенничество, да, то есть, если вы сейчас, например, знаете, что есть алгоритмы, которые могут повторить голос знакомого вам человека, да, то, ну, как бы, не всякий раз вы уже будете верить, когда вам знакомый голос, он потребует от вас деньги, одежду и мотоцикл. В связи с этим вопрос, насколько опасно сбор голоса, сбор и запись твоего голоса при общении с мошенниками, сколько, условно, нужно сказать фраз или минуты, проговорить, чтобы потом на основании вашего голоса сделали генерацию и поговорили уже там с банком, например, с твоим. Ну, смотри, вот, кажется, да, я сегодня говорил про модель Валли, где 3 секунды энроллмент. 3 секунды. Вот. Но, понимаете, 3 секунды можно у любого человека собрать, конечно, это не будет идеальное воспроизведение голоса, как я уже говорил, всяких там нюансов, фонтанирование это не будет передавать, но если вы такой голос услышите в телефонной трубке, которая там вообще телефонный канал до 8 килогерц зарезает полосу пропускания, как бы, ну, и распознаете вы или нет, ну, если, как бы, с этим справляются и обычные мошенники, которые пародируют голоса, да и как бы, ну, радикально тут, наверное, ничего не изменилось, то есть, почему-то много про синтез речи в контексте мошенничества говорят, но я не знаю, мне кажется, что немножко это оверхайп, ну, то есть, технически можно, да, ваш голос скопировать, вопрос типа точности в качестве, но скорее всего точности и качества даже обычных мошенников, которые там голосу подражают, как пародисты, их достаточно для того, чтобы этот фокус проделать. То есть, социальный инжиниринг по-прежнему рулит? Конечно, конечно. не нужно вот этого ничего, это все решается социальным инжинирингом? Да, да, ну, тут как бы не надо городить там сверх какого-то сложного решения, если работают простые способы, да, то есть, мошенники, те же, которые представляются там сотрудниками банка или сотрудниками правоохранительных органов и так далее, ну, прекрасно справлялись со своей задачей безо всяких там сверх каких-то высоких технологий, как мы знаем, да, вот, в предыдущие годы и справляются и сейчас. Вот, другое дело, что сейчас как раз, ну, как бы немножко стали чесать репу и создавать в том числе технические способы противодействия, потому что здесь мы понимаем, что, скажем, у оператора сотовой связи или банка или государства там ресурсов гораздо больше, чем у отдельно взятых мошенников, да, поэтому централизованные системы там для вычисления такого рода злоумышленников и там противодействия, они скорее всего будут достаточно эффективны. Если они будут создаваться, для этого тут просто как всегда нужна воля, так сказать, организационная и политическая. Перейдем к вопросу от слушателей. Как изменится в фреймворке появление какого рода новых библиотек, утилит ты ожидаешь? О, хороший вопрос. Ну, я думаю, что парам-пам-пам. Я думаю, что, конечно, появится куча более совершенных способов взаимодействия с модельками, вот, потому что если говорить о сейчас обучении и инференсе таких больших моделек, то фреймворки, которые для этого используются, они немножко побахивают кустаршины, потому что это все-таки часто не массовый продакшен, да, то есть мало сейчас пока там компаний, у которых, не знаю, там какая-нибудь ГПТ-хо большая в продакшене крутится, а для того, чтобы она нормально в продакшене работала, вам же там нужны специфические обвязки для нее, там какой-то бетчинг, пулинг, балансирование и так далее. сейчас все делают сами такие вещи, но скорее всего вот инструменты по интеграции больших моделек в самые разные программные пайплайны, они будут развиваться и дальше, вот, и будут становиться более, так сказать, взрослыми и будут становиться частью стандартных пакетов. Вот, второй момент, тут мне кажется, что основное изменение произойдет даже не столько в самих там каких-то фреймворках и библиотеках, сколько скорее будет происходить вот на уровне ИДЕ где-то, потому что будут появляться такие вот умные помощники, ну, то есть как Копайлот сейчас, да, ну, то есть представьте себе там Копайлот на стероидах, да, когда у вас будет возможность естественным языком управлять вот этой вот генерацией кода в более естественной манере такой, ну, как вот в парном программировании, да, у вас есть напарник, да, вы ему там говорите, что делать, он пишет код. Вот, я думаю, что вот на уровне ИДЕ будет довольно сильно такое изменение, туда будут встраиваться и опять же ритмивол модельки, да, экстрактивные, которые будут вам релевантные сниппеты кода подыскивать и сразу показывать их в отдельных там окошках и объяснять, не знаю, там, искать ошибки в вашем коде и много чего еще. Вот, я думаю, что вот так, ну, плюс будет некоторое количество более продвинутых инструментов, там, low code, no code, то есть попытки вот программировать на естественном языке, ну, будет расширяться ниша low code, no code, то есть постепенно будут более сложные применения возникать. Ну, понятно, что там будет еще долгое время такой порог сложности у систем, создаваемых таким образом, да, потому что вы не впихнете в промпт гптхи, не знаю, там, схему вашей базы данных, если, если она длиннее, чем контекст модели, да, ну, а, соответственно, значит, вы не сможете там полностью правильную SQL-запросы автоматом генерировать к этой базе, ну, и так далее. То есть там есть технические ограничения кое-какие, да, и их еще предстоит преодолеть с таким модельком, но в целом как бы будут умнеть сами инструменты разработки довольно сильно, скорее всего. Вот. Ну, может быть, появятся какие-нибудь специализированные теги для взаимодействия с модельками, модельками экстрактивными. То есть, например, вы можете, когда вы, допустим, переиспользуете сниппет, который вам предлагает экстрактивная модель из корпоративного там, репозитория, автоматом, когда вы этот сниппет вставляете, в аннотацию будет вставляться какой-то референс на тот сниппет оригинальный, чтобы как бы повысить связанность под семантическую внутри репозиторию. И это будет позволять вам, например, потом в случае нахождения уязвимости какой-то или в случае того, когда кто-то, не знаю, типичный какой-то сниппет заоптимизирует, вы будете получать какие-то уведомления о том, где вы и как можете улучшить свой код, там, где вы переиспользовали чей-то еще код. То есть, наверное, будет развиваться вот эта система такой, еще более глубокой социализации в разработке кода. Может быть, вот в такой форме. на уровне фантазии так посмотрим, жизнь покажет. А так будут, конечно, раздеваться фреймворки для работы с нейронками. Может быть, вот Jax там выстрелит и потеснит PyTorch. Может быть, нет, но это тут трудно прогнозировать такие вещи. Вот. Следующие два вопроса не совсем по теме лекции, но они очень фундаментальные. Первый вопрос. Как по-твоему определить наличие сознания у искусственного интеллекта? Это очень грустный вопрос, потому что я на него отвечал много раз. Не только я. Ну, первая проблема это как вы сознание там определяете, потому что определений сознания существует очень много разных. Вот. В зависимости от того, какое вы определение сознанию дадите, на этот вопрос будут очень разные ответы. Но в целом основная проблема это в чем заключается? Вы в любом случае, давая определение сознанию, вы вынуждены строить множество на основании условно одного бесспорного примера. Что есть вот типа люди, и мы у них предполагаем, что есть какое-то свойство, которое мы называем сознание, которое ну вот типа мы признаем за ними по определению. Но либо не признаем, и тогда мы салепсисты. Мы говорим, есть только мое сознание, у других никого сознания нет, все просто философские зомби. Вот. Окей, если мы признаем, что у других людей есть сознание, у нас вот есть такой типа пример бесспорный, что вот у людей есть сознание. Тогда мы что должны сделать? Мы должны сделать какой-то тест, который будет сравнивать нашу систему кандидат с людьми по каким-то критериям, которые мы относим к этому самому сознанию. Вот. Сознание проявляется где? Проявляется в действиях, которые люди выполняют. В поведении объекта. Ну, для нас. Вот мы можем наличие или отсутствие сознания у другого кого-то, кроме нас самих, только взаимодействуя с этим объектом, с этим человеком или машиной определить. Ну, вот на этой идее тест Тьюринга основан, что давайте мы будем коммуницировать с системой кандидата и смотреть, можно ли ее статистически значимо отличить за конечное время от объекта, который по определению обладает сознанием или нет. Вот. И если мы не сможем найти такую процедуру, которая статистически значимо отличает, то мы будем обязаны признать наличие сознания у тестируемого объекта. Как говорил Дидро, если я встречу попугая, который в высшей степени разумно ответит на все заданные ему вопросы, то я буду обязан признать за ним наличие сознания. Вот. Ну вот отсюда и эта идея статистических попугаев. Вот. Значит, ну вот все методологии современные, более-менее развитые, они наследуют тесту тюринга. Биг Бенч там прям явно в названии работы, отсылка идет к тесту тюринга. Вот. Ну вот такое. А дальше естественно есть вот это вот знаете, а вот чувствует ли машина то же самое, что чувствую я, а вот мой друг он зеленый цвет видит так же, как и я, или по-другому. Ну тут проблема всех этих рассуждений в том, что они все ведутся вот в герметичном таком мире идей нашего сознания. Наше сознание напрямую с сознанием других идей никак не связано. Вот. Мы можем только по внешним проявлениям судить об их сознании что-то. Вот. По каким-то экспериментам в реальном мире. Вот. Поэтому такие вопросы про то, что вот там в плане китайской комнаты в свое время Сёрль придумывал и так далее, они, на мой взгляд, контрпродуктивны и просто не очень интересны. они вот с точки зрения какого-то субъективного психологического опыта может быть забавным об этом подумать, да, видят ли все другие люди синий цвет таким же, как его вижу я, да, или может быть они видят там, где я вижу синий, видят зеленый везде и наоборот, но просто не знаю, думают, что зеленый называется синим, а синий зеленым, да, вот, ну, то есть какие-нибудь такие конструкции, это можно долго на эту тему фантазировать насчет субъективного психологического опыта, но вот вопрос соотнесения субъективного психологического опыта и событий физического мира, ну, это вот вопрос всегда экспериментов, то есть давайте вот 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 в этом к этому нейрону поднесем электрод, да, и спросим у человека, что он в этот момент видит или слышит или ощущает, вот, то есть ну, вот такими экспериментами, да, мы в случае людей это делаем, но в случае машин, вот, в результате, так сказать, тоже воздействие на них и изучение результатов этого воздействия, как всегда. Ну вот, сорян, но ничего сильного в ней я не отвечу. Следующий фундаментальный вопрос. Когда мы же наконец мы достигнем техносингулярности? Когда это же наступит, это светлое время? Ну, как только, так сразу. Не факт, правда, что нам это все понравится. Ну, с помощью Курсвелл ошибался, получается, в своих прогнозах. Кто? Курсвелл. Ну, а что, он прогнозировал там на 30-е годы, кажись. Ну, вот. Я, в целом, более-менее согласен с прогнозами Курсвелла, по крайней мере, допустим, коридор развития вычислительных мощностей человеческих, он в 6-м году проложил так точно, что до сих пор наши суперкомпьютеры внутри вот этой линии, нарисованной в 6-м году Курсвеллом находятся. Вот. Ну, по его вычислениям, там где-то во второй половине 20-х должны появиться машины, которые смогут реально времени симулировать биологические сетки, споставимые с человеческим мозгом. Вот. Ну, а там, глядишь, и сингулярность поспеет. Как-то продакшен донесут. Ну, я, я скорее склонен считать, что где-то в половине 2030-х. Ну, тут просто могут разные индустриальные и социальные эффекты повлиять на наступление этого славного или неславного момента. Поэтому дисперсия этой оценки, она все-таки, думаю, существенная. Такой вопрос. Сейчас нейросетки на уровне малых детей, наверное, стоит взять в кавычках, когда они уже будут как взрослые? Тоже, тоже как взрослые какого возраста? Ну, да, вопрос такой немножко в наивной форме, но в целом ответ примерно такой же. Ну, то есть, вот, к концу 20-х, начало 30-х, наверное. Так, сейчас пару вопросов про практическое применение. Сейчас, секундочку, скопирую их. когда домохозяйки смогут пользоваться GPT в быту? Какой же, мне кажется, уже вовсю пошло в народ. Ну, чат GPT, по-моему, миллион пользователей за три дня набралось. Сейчас, по-моему, говорят, 100 миллионов людей в мире воспользовались хоть раз. Чат GPT. Я уверен, что среди них есть домохозяйки. А вот интересный вопрос. Сможет ли нейросетка быть психологом и лечить ПТСР? Это, я догадываюсь, от кого вопрос. От Саши, наверное. Тут, смотрите, в свое время некоторые люди общались с Элизой. Элиза это такой чат-бот, который имитировал разговор психолога с людьми. И многие люди хотели продолжать это общение и верили в то, что она обладает сознанием. И вот это все. По-моему, именно поэтому есть понятие эффекта Элизы. Поэтому тут вопрос какого, так сказать, психолога хорошего, плохого, лечить не значит вылечить. Много ли психологов сейчас могут вылечить ПТСР? Лечить-то все, наверное, могут, так или иначе. а вот ну и как бы а еще иногда ПТСР сам проходит наверное, да, ну, спонтанные ремиссии же бывают, какие-нибудь жизненные события человека, так сказать, это перекраивают заново. А вот тут нужны исследования, да, чтобы сказать, на каком уровне сетки могут, вот это уже сейчас, можно только проведя соответствующие исследования, двойное, слепое, лацебо контролируемое. Вот, ну, то есть, пока таких исследований не было, вот, предсказывать их результаты я не берусь, поскольку не являюсь ни специалистом в терапии ПТСР, ни психологом даже, вот, поэтому я тут ничего конкретного ответить не смогу, вот, ну, а если этический комитет одобрит где-нибудь такое исследование, то его можно будет провести и посмотреть. Я думаю, что будут результаты на уровне не сильно хуже среднестатистического психолога уже сейчас. Не очень верю в психологов просто. Дело не в том, что я такой энтузиаст. Все так. Чувствуешь ли ты ответственность перед создаваемым тобою и ИИ? Перед ИИ? Ну, в смысле, перед создаваемым мною табуретом чувствуешь ли ответственность? Тобою и ИИ. Вот такой вопрос. Ну, тут скорее ответственность чувствуется перед людьми. которые потом будут использовать ту или иную технологию. Ну, а насчет ответственности перед самими нейроночками пока говорить рано. Там еще пока нет редки. Ну, а там посмотрим, как пойдет. Вопрос про фильм. Сейчас. в фильме она вроде так он называется ИИ обрел самосознание. Нас может ждать такое с ИИ и с нейросетками продвинутыми? Ну, может, в теории, но только это не будут фитфорвард трансформеры, поверьте мне. Тут, наверное, имеется в виду все-таки самоосознание с самоосознанием. То есть, эта сетка должна сама себя осознать. Почему нет? Если это будет reinforcement learning, если это будет полноценное взаимодействие с социумом, почему бы сетки достаточно большой и сложной не приобрести в результате такого взаимодействия? взаимодействия с сознанием в будущем. Смотрел ли ты мультсериал Пантеон? Нет. Про загруженный интеллект? Нет. Ну, вообще, про загруженный интеллект много чего разного смотрел. Трансценденс смотрел неплохой фильмец. Достаточно относительно новый мультсериал Пантеон, там, первый сезон вышел полностью. Интересно. там такие. Пока не смотрел, пока не смотрел, может, руки дойдут в какой-то момент. вопросов больше нет. К сожалению. Окей. Окей. У тебя тоже нету. Все, твои тоже закончились. У меня много вопросов, но вне лекции. Ладно, друзья, тогда всем большое спасибо, кто пришел, и вдвойне большое спасибо тем, кто дослушал. Все-таки, вот, сколько, 22.59, три часа, ну, на самом деле, начали мы не сразу, да, поэтому даже, даже чуть-чуть быстрее получилось, чем в прошлом году, вот, что, так сказать, отказ от подробного обсуждения проблем этики делает животворящий. Вот. Спасибо огромное. Присылайте свои вопросы мне в телегу, вот, если вы вдруг придумаете их уже после нашей лекции. Вот. Подписывайтесь, пишите, ставьте лайки. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok